О, так, ну что, камера, PlayStation камера работает, вернулся я с камерой, подождем, твою мать, подождем твою маму, может кто-нибудь придет все-таки. Ну, Хлоя, скажи еще что-нибудь. Вы слышали о Кате Шрёдингера? Пока вы не приняли, все варианты одинаково реальны, так и в Детройте. И это правда, черт возьми, куча вариантов есть. Так, проверим подключить. Переходим в раздел Параметры. Угу. Так, изображение, звук. Так, на самом деле игру я уже один раз прошел. И, в принципе, все настроено было так. Настроено нормально. Мать фой, телевизор, мать фейер. А что, стерео нет? В принципе, наушники это как стерео идет, но все равно звук. Различается. В стерео наушники идет, может быть, никакой кромки. Я-цы-ки. Так, не знаю, надо ли тетрик включать. Наверное, надо вставить. Сложности. Продвинутая игра. И я хочу полного погружения. В этом видео. Мне нужно продвинуть управление и достойно создавать В этом видео, чтобы выяснить, что могут получиться персоналом. А это упрощенные, плюс если это точно не содержит, но нужно более простое управление. Ваши параметры сохранены. Ночу прикалываться, любит. Я как-то захожу в игру, короче, она мне такая, ой, вы знаете, а все сохранения были потеряны. Она такая, хе-хе, шутка. Шутканула, что надо. Ох ты, здорово, здорово, тезка. Ну, видишь же, будем вон наблюдать вот эту тетю, за ней смотреть. Она у нас будет интервью брать, хотя мы будем на вопросы отвечать. Ты что, не в курсе, что это за игруха? С людьми будем становиться? Человеками? Так, я вот только не знаю... Не знаю. Важно не столько оставаться живым, сколько иметь цель в жизни. Это сказал Жан-Жону, французский писатель. С тобой не поспоришь, с французским писателем. Я вот не знаю, как тут получается. В курсе пару дней назад. Ты же стрим запустил, только не играл в нее. Так, а я и не собирался в нее играть тогда. Издалека? В смысле, плохо слышно? Ммм. Микрофон-то у меня вот там, в камере. Это же PlayStation камера. Так. Сейчас я тогда чувствительность попробую увеличить. Не знаю, сейчас... Если игра для вас слишком легка или тяжела, помните, всегда можно изменить уровень сложности в меню параметров. Игра громче меня. Так, а ну-ка... Здесь уровень звука, по-моему, нельзя. Нет, да, здесь нельзя. Ладно, сейчас тогда это... Параметры зайду. Так, где у нас тут параметры настройки? Вау-вау-вау-вау-вау. Настройки. Так, устройство, да, наверное. Аудиоустройство. Настройка уровня микрофона. Раз-раз. Ага. Раз-раз. Блин, ну я на максимум сделал. Видимо, все равно мало. Как сейчас слышно. Так, ну сейчас я в игру снова зайду. Там, наверное, я не забыла что-то помню сидеть. Ну, ничего. Сидишь столько, сколько сможешь. Так, ну ладно, погнали, разберемся по ходу. Да не, надо сразу, в принципе, разобраться. Просто я могу тогда, если сейчас действительно все плохо и продолжается плохо быть, можно попробовать гарнитуру подключить, вот это. У нее само по себе качество хуже, насколько я понял. Ну, зато слышно должно быть ближе. Само качество голоса, звука будет, может, чуть похуже, но... Да и как бы я надеюсь, что кто-нибудь еще подгребется. Вы знали, что в гражданскую войну через Детройт проходила подпольная железная дорога, по которой беглых рабов вывозили в Канаду? Ты такая умная, блин. Так, ну че, пробуем тогда гарнитуру. Раз-раз. Петличка такая. Так, как бы так сделать, чтобы она об одежду не терлась. Вот. Ну как? Лучше и... Так же. Хуже. Хуже, по идее, не должно быть. Ща окнорм. Окнорм, да? Ну, хорошо. Так, че-то меня напрягает, что никого нету, вроде. Сегодня выходной. Perfectly окнорм. Ладно. Десять минут подождали. Надеюсь, подтянется еще кто-нибудь. Новая история. Вот, блин, если новую начинать историю, то старая полностью сотрется, интересно. Начать новую историю. Предыдущие контрольные точки будут заменены. Ваша история будет обновляться по ходу игры. Блин, а она будет обновляться или она полностью сотрется? Если, в принципе, обновляться, то ладно. А если... Так, а ну-ка, если в дерево зайти. Переходим в дерево сюжета. Если начать с самого начала, но отсюда. Хоп. Так, отобразить легенду, промотать, приблизить, загрузить, выбранную контрольную точку. Так. Ну, давайте-ка попробуем. Ага, вот. Сохранять достижения. Предыдущие контрольные точки будут заменены. Ваша история будет... А, ну, то же самое. Будет обновляться по ходу игры. Не сохранять достижения. Ваша история не будет перезаписываться. Контрольные точки отключены. Продвижение по схеме отключено. Ага. В общем... Так, так, так. Сохранять, наверное. Ну, да. Чтоб мы потом смогли нашу же историю продолжить. То, что, ну, за один телемост точно не пройдем. Хе-хе. Так. Ну, что, погнали. Вообще, все убежали. 15 августа 2038 года. Ага, ну, хорошо, что тут. Ютуб, зараза, врет. Меня занулил. А, да? Переговорщик прибыл. Завтори. Короче, это вот один из главных персонажей. Тут, на самом деле, их будет несколько. Но я это говорю для тех, кто не в курсе. И тех, кто потом в записи будет смотреть. Это Конор. Значит, мы прибыли на какое-то место преступления. Вот. Чем мне нравится Конор, что, во-первых, как он сам выглядит. Какая у него музыка играет. Крутая здесь. Вообще, персонаж, конечно, классный. Ну, ладно, я особо спойлерить не буду. Что там впереди будет. Походу, разберемся. Единственное, что, как бы сразу скажу, что первый раз, когда я играл, я пытался там, в общем, со своим напарником подружиться. Но у меня ни хрена не получалось. В итоге я смог с ним подружиться, но в самом-самом конце игры. Еле-еле, блин. Хрен знает. Хотя, вроде, все делал логично и правильно. Но постоянно что-то думал, что делаю правильно. Но нет, Хэнк постоянно злился на меня. И доверие падало. Так, это, короче, фотка семьи. Куда мы прибыли тут. Мама, папа. Мама, папа, я счастливая семья. Девочка. Так. Так, рыбка, рыбка. Разбился аквариум. Выберите вариант, выполните соответствующее действие. Спасти или оставить. Ах, дилемма. Уже сразу, с самого начала. А не, конечно, мы ее спасем. На ютубе, да, прикольно. Но я вот для себя второй раз прохожу. Блин, графонник, конечно, поражает в Детройте. Классно. Текстуры такого классного качества. А, спасите мою девочку. Сейчас спасем, мэм. Стойте. Вы посылаете адроида. Ну все, идемте. Что вы, что вы делаете? Это, это же не настоящий человек. Так, это наше преимущество. Что мы не настоящий человек. Разыскать капитана Алина. Эмоций нету, все дела. Я специально, в принципе, выдержал достаточно большую паузу перед тем, как начать заново проходить второй раз игру. Чтобы подзабыть все сюжетные вилки там. Вот. Я даже управление-то подзабыл. Поэтому, можно сказать, почти с нуля начинаю. Так что, все по чесноку. Мое имя Коны. Андроид. Прислали из Киберлайн. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы мы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Медивианта, поведение медивианта, эмоциональный шок. Такой деактивации. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Да без понятия. Какой-нибудь потрясение. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Вам известно имя? Слушай. Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разобьешься с радой машиной, либо разберусь я. Так, у меня тут вопрос не по теме, как там GTS поживает на ютубе, вообще заглохло. Ты имеешь в виду на ютубе заглохло у меня или вообще нормально? Обновления каждый месяц стабильно выходят. Вот октябрьское вышло обновление, новые тачки, новые режимы, новые чемпионаты. Поэтому все хорошо. Поэтому все хорошо. На всем ютубе, да ты че? Не знаю, не знаю. Вон этот Сончик постоянно гоняет. Я не смотрю как бы, но у меня почему-то в ленте постоянно всплывают в похожих видосах его видео. И я вижу, что он там периодически в GT Sport гоняет. Ты имеешь в виду старые, оригинальные? Нет, к сожалению. Вот че-то они ко мне не прислушиваются. Видать, забросили мой канал просматривать. Ай-яй-яй, разработчики. И че-то они это... Новые реальные трассы добавляют, а оригинальных нет. Как не было, так и нет вообще. Так, вот мы видим тут, что... В общем, взяли пистолет хозяина. Подобрали. Конор смог определить. Разжигать межнациональную рознь не буду, но этот тип мне не нравится. Ну, не знаю. Я ничего против него не имею. Хотя и хвалебного тоже особо ничего не могу сказать. Так, нейтрально к нему отношусь. Привет, Алекс Вуд. Так. Судя по фиолетово-розовым цветам, это комната девочки. Надо почерпнуть как можно больше информации. Вот тоже прикольно, что вот по сенсору проводишь тут. Раз. И вон такой чик тоже. Даниэль. Это очень важно, черт возьми. Знать имя. Так. Вы разблокировали диалог или действия? Это нередко бывает полезным. Да, действия иногда бывают полезными. Эх, а что там за тема играет в наушничках? Кстати, наушники Sony. Product placement. Sony наушники. Беспроводные. Можно такие заказать. Так. Что дальше? Кухня или что это? Алекс, скоро все будет прозрачно. Это тренд такой. Посмотреть тела. Переведена, кстати, игруха. Очень классно. Супер просто. Так. Что у нас тут за зацепки есть? Ага. Класс. Блин, подожди. Ну, дайте еще. Нет? А, вон. Во, 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 во. Погибший Энтони Декард. Ух ты, Декард. Главного героя. Ну, в смысле, вот Конора играет Брайан Декард. Именно самого актера зовут. Предполагаемое время смерти 2003. Так, что у нас еще есть? Пулевое ранение, да? Пулевое ранение. Перфорация правого желудочка внутренняя. Ух ты, мы так ему прям в сердце жмакнули. Стифна, свинца, сульфид, сурьмы. Только один выстрел. Алекс, нет, врать не буду. Играю не первый раз. Но, как ты, наверное, знаешь, Детройт настолько вариативен, что это практически как будто первый раз. Ну, единственное, знаю, да, основные какие-то сюжетные моменты, но ничего страшного. Так, реконструируем. Полицейский выстрелил в Девианта. То есть, сначала коп шмальнул. Заложница стала свидетелем перестрелки. То есть, девочка видела, как убивали полицейского. Так, и что-то у нас еще третья тут есть. Бам, оружие найдено, отлетело от полицейского. Прикольно. Блин. Вообще, классная вот эта вот механика, то, что реконструировать можно места преступлений. Давайте в замедленном темпе. Оп, такой, стоять! Бах! Да. Стрелял явно на поражение. Перевод из 90-х для Детройта еще будет? Зашло. Да. Пока ничего говорить не буду. Давайте я вам все... Когда придет время, все расскажу. Ну, на самом деле, перевод из 90-х не задумывался так-то. Так, вот мы взяли пистолет. И можно его положить обратно, можно взять. Давайте возьмем все-таки. Потому что я... Вот эта сцена, она была в демо-версии. Блин, шмаляет. Эта сцена была в демо-версии, и я ее проходил на все концовки. Я знаю, какие здесь концовки, и я буду проходить на самую, как я считаю, адекватную концовку этого эпизода. Вот. Так, тут еще одно. О, золотые статуи, шмар. Так. Тут еще один труп, и тут труп. Отсасывали по всему. Пулевое ранение, кровоизлияние вверх, не вдоль у легкого паниомоторакса. Короче, легкое прострелили. Перфорация левой почки, фатальная травма брюшной полости. А, так он что, из-за прострела почки помер? Так, четвертая, четвертая. А, вот еще три пулевых ранения. Кошмар. Кровоизлияние в нижнюю долю легкого, внутреннее кровотечение. Но, все равно, умер от прострела почки. Денежку на Ре-2Р. А, ремастер. Да пока нет, не откладываю, но брать надо будет по-любому. Пинг небольшой, 8 секунд. Это хорошо. Ну, это я же напрямую с Соньки стримлю, поэтому... Так, что-то тут должно быть. А, вот еще. Кошмарики, три выстрела. Со спины еще. Даже понять не смог, что происходит. То есть, у нас Android сначала пошел, взял пистолет. Пистолет. Потом целенаправленно застрелил отца. Нет, прям стрелял в лицо. Ну, в смысле, не в спину. Блин, ну зло классное вообще здесь, в этой сцене. Очень круто. Сцена поставлена. Снова. Говорила из джойстика. Так, еще один диалог разблокировали. Хорошо. Так, в принципе, мы здесь все исследовали, кроме небольшой такой части. Как прям это, TX из Терминатора 3. Модель PL600, середний номер какой-то, Android ранее. Детский размер обуви. Заловница может быть ранена. Кошмарики. Еще и девочку зацепила. Так, ну что, 80% даже больше у нас успеха. Так, можно посмотреть на нашего Девианта. Так, заложница обнаружена. Два задания. Спасти заложницу любой ценой. Ну что, пошли. Ух ты. Суровый пацан. Не подходи, не то я прыгну. Нет, не надо, я тебя умоляю. Давай, давай, давай. Вообще крутяк. Ух, как он стоит. Если ветерок дунет. Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Можно потихонечку продвигаться вперед. Аааа, чертов вертолет. Сразу все, все просто обсирает. Эти копы тупорылые. Вообще люди. Тупые существа, на самом деле. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Так. Нет. Нет. Я без оружия. Ты врешь. У тебя пистолет. Даниэль. Я без оружия. Преимущества андроидов. Они не эмоциональны. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка. Полицейского еще подстрелила. Какой он тут народу повалил? Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Сейчас такая фраза будет охренительная. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Но не это. Не про турникет. Не трогать. Тронешь, и я тебя убью. Вот сейчас. Меня нельзя убить. Я не живой. Вообще огонь. Аж до мурашек пробивает. Молодец. Мужик чертой. Да. Вы с Эмой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. Она говорила, что любит. Если честно, не очень помню ход диалога. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь, что поднимешь ли ты еще одну жизнь. Мне тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет одна. Эй, чувак. Ты слышишь? Как же меня отмерзит, это зуб. Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Поиграемся в главного. Не, четко, что вертолет послушал. Ты ведь не хочешь прыгать, иначе спрыгнул бы давно. Ну давай, пистолет. И все это закончится. Не подходи ближе. Еще один шаг, и клянусь, я прыгнул. Ладно. Вот, я буду стоять здесь. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Не, чувак. Так не пойдет. Ты слетел с катушек и должен уничтожить. Вот так. Вот я считаю, эта сцена должна только так заканчиваться. Это самое нормальное решение. То есть, спасать его, это тупо. Он реально слетел с катушек, и он заслуживает уничтожения. Но заслуживает уничтожение от такой же машины, как и он сам. Это просто, блин, бомбическая концовка. Блин, как он идет, еще просто пистолет этот разобрал. Такой, нахер, я просто царь здесь. Вы уходите. Такой, просто холодный весь. Блин, как мне это нравится вообще. Просто супер. Но вот именно эту концовку я получил одной из последних еще в демке. То есть, у меня самая первая концовка была положительная. Я смог его с первого раза уговорить. То есть, он отпустил девочку, его застрелили. Мне кажется, это стремно. Когда вот он отпускает девочку, его убивают снайперы. Не алло. Прикольно, когда Конор с собой жертвует. То есть, этот прыгает в пропасть. А Конор успевает, когда девочку отдернуть. А сам падает вместе с ним. Тоже классно. Но я считаю, что вот эта концовка самая классная. Папашка. Батя в здании. Да-да-да. Папа Конор пришел. Это схема сцены. Здесь вы можете просмотреть выбранные вами пути. Открытые возможности и доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе дополнительно. Ну, я там, надо сказать, уже все пооткрывал в разделе дополнительно. Так что, у меня все открыто. В силу специфики игры, не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. На самом деле, в некоторых сценах просто охреневаешь, насколько она вариативна. То есть, вот в этой сцене, которая, надо сказать, она вообще отдельно от игры идет. То есть, это задолго до начала игры, да, вот основной истории, просто вот эпизод как бы, ну, обучающий. И у нее семь концовок. Это просто жесть. Но здесь все равно не так много веток. То есть, тут самое главное, это вот здесь в конце, в диалоге с Даниэлем, да, как ты будешь себя вести. А по ходу как бы расследования не так много вариантов. А есть сцены, ну, просто кошмар. Там, я говорю, один раз всю игру прошел. И когда смотрел на эти схемы, на это древо, я просто изумлялся. Алекс, не знаю, буду ли я всех в этот раз спасать. Я первый раз, когда проходил, пытался всех спасти, но не удалось мне всех все-таки спасти. Но концовка была близкая к идеальной. Я скажу так. То есть, сейчас Конором я буду стараться играть, ну, как бы, подружиться с Хэнком сразу. Я говорю, у меня в первый раз не получилось, я очень долго с ним не мог подружиться. И, ну, из-за этого там проблемы были. Сейчас я попытаюсь подружиться с ним, ну, как можно раньше. Вот. За Маркуса я играл с точки зрения, наверное, даже человека, как бы, а не андроида. Вот. Сейчас не знаю даже, как им стоит играть. Может, более холодно, что ли, как-то. Вот. В общем, первый раз у меня Конор таким холодным получился. Вот как раз с андроидом таким прям прагматичным, логичным. Хотя я этого не хотел. Вот. Сейчас, наоборот, хочу Конора более человечным сделать. Вот. Маркус, не знаю. Концовка за Маркуса мне очень понравилась. Если делать что-то другое, нужно мне будет себя ломать. Мне не хочется жестко им играть. А вот за Кару я, наверное, буду более прагматично играть. Потому что первый раз я прям за нее играл, вот как за мамочку, как будто вот просто. Ну, в смысле, что вот она прямо там каждую сопельку за Алисой вытирала. А сейчас будем, ну, просто, я не знаю, какой-нибудь такой сволочной такой бабой. Прокурено пьющей. Которая случайно залетела и получила нежданного ребенка. Нежеланного. Кстати, давайте мировую статистику посмотрим. И смотрите, всего 7% в мире, да, вот на эту концовку народ заканчивает почему-то. Ну, на самом деле, это хорошо. Нетрендовая концовка получилась. Даже приближаются не так многие. Хотя, чтобы приблизиться, там особо проблем-то нету. Вот, нифига, всего 7%! Охренеть! Баба кара. Хочу на самый хэппи-энд посмотреть просто. Ну, фишка в том, что я как бы не знаю, какие пути ведут к самому хэппи-энду. Поэтому, ну, можно, хорошо, в принципе, можно попробовать и на хэппи-энд. Потому что я на него так и не закончил, на хэппи-энд. Поэтому, да, можно, в принципе, сделать прохождение на прям хэппи-хэппи-энд. У меня за кару там ложняк получился. Так, вот это уже основная ветка пошла. Собственно говоря, это мы сейчас смотрим глазами бабы-кары. Я, кстати, когда первый раз проходил, я не заметил, что андроиды-продавцы. Получается, андроиды продают андроидов. Вообще, просто шикардос. Представляете, вот заходишь в MVideo или какой-нибудь Eldorado или DNS, а там стоят полки с продавцами-консультантами и другие продавцы-консультанты продают продавцов-консультанты. Это было бы просто шикарно. Это MP800, чуть подороже, но и функции, конечно... MP800. Стриптизер. Азиат. О, идет дядька. Ну, кстати, чем-то смахивает на этого из Хеви Рейна. Маньячина там был в дополнении. Да на дороге. Фургоном сбила. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькое, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. А их 400? Запиши свое имя. Кэра. Блин, в русской озвучке Кэра. Вот единственное, это меня на протяжении всего прохождения как-то чуть слух резало. Блин, вот оно вступление пошло. Квантик Дрим представляет Валери Кюри, Брайан Декард и Джесси Вильямс В... А, нет, еще Клэнси, Брауна и Мимка. Лэнс Хендриксон играет. Кстати, он же тоже андроида играл. Вот что, фишка-то. Лэнс Хендриксон. Ну, в смысле, как тоже? Здесь-то он не андроид. Не, у меня Карифан как бы работает в ДНС. Ну, Вася, вот Базилио, которого вы все знаете. Поэтому я у него часто все покупаю. Этому консультанту я доверяю. Ну, и то он не консультант уже. Он типа там начальник. Консультант консультантов. Блин, виды прикольные такие. Графон, конечно, классный. Вообще, просто. Анимация, свет. Шикарно. Кара. Видимо, наши не стали переводить имя как Кара, потому что в нашем, как бы, в русском языке, да, Кара это, ну, что-то плохое. Автор сценария и режиссер Дэвид Кейдж. Ну, Базилио есть робот, нормально, подписали его сейчас так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Еще с той самой техно-демки. Так, это у нас Маркус, третий персонаж. Блин, гляньте, как все это. Это осень, оказывается. И, блин, как все. Его пестрит красками. Шикарно. Он андроид старичка ведет. Помочь? Деда, деда, бери меня за руку. Возьми меня за ручку, деда. Я не гулял с дедушкой за ручку. Хе-хе-хе. Хочу немножко тепла и ласки. Ну, конечно, с незнакомцами сложнее. Я почему и сказал именно, что вот у меня друг работает в ДНС, и именно поэтому я там беру... Эй-эй-эй, чувачки. Вместе бегают такие. Эй-эй, Си-700. Воды. Ничего себе! Еще 5. 17 миль? Сумасшедший, ты ж помрешь сейчас, нахрен. А-а-а. Красотища. Интересно, на самом деле, наверное, американцам играть в эту игру тоже, потому что это же их реальный город. Но город, который сейчас в диком упадке, да? Так, у нас зеленый... Эй-эй, блин, на красный. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. А что машины не едут? Красный, свежий. А, не, подумал, что я за фу. Короче, да, а в игре, как бы, Детройт, вот он здесь такой футуристичный, в рассвете. Все работает, все живет. Все, короче, такое, ну, настоящее. Наверное, и реальные какие-то районы есть. Мы как правильные чувачки. Зеленый свет, все. Кара, уверение на последний слог, это азербайджанское мужское имя. Кара. А если первое а заменить на о, то тоже русское слово получится, кора. Так что тут в любом случае они такие, давайте проще кера, а то будут кора, кора, блин, не понять, что, кора, блин. Поэтому надо это, менять, менять, чтобы не было вопросов. Так, что нам надо вообще? Что-то у нас задание не написано. Краски бейлинии в другой стороне. Отжать телефон, что ли, у тети? Чисто андроид-гопник. Тут именты стоят. О! Human Music. Один доллар. Слушать музыку, душевную музыку. Ну и музыку для души. Короче, типа он человек, поэтому у него только может быть музыка для души. Уже ему зло, видать, андроиды пишут. Прикольно, чувак. Но у меня бабла нету. Я б тебе кинул монетку. Киберлайв. Get yours today. Получите своего прямо сегодня. Ну, такие. На любой вкус и цвет. Смотрите, толерантность полная. То есть, есть, пожалуйста, тебе и белый снежок, да? посередине. типа азиаточка, ну и негр. На все. Единственное, нету почему-то какого-нибудь там краснокожего. Вот они орут. Мол, андроиды на людей слишком похожи. А нафига их такими делали? Сами себе проблему придумали, короче. Ну, видишь, они как бы придумали, сделали их похожими на людей, чтобы они не было отторжения вроде бы как, да? С одной стороны. Ну, то есть, изначально посыл такой был. Но в итоге все это вышло боком. Наверное. Хотя, если у нас будут андроидов делать, я бы все-таки хотел, чтобы они как люди были, а не как там в фильме Я Робот. Ой, какой губан орет. Да ладно, ты уже уходишь, что ли? Ну, ты прям совсем не должен. Ну, давай, удачи. Спасибо, что зашел. Да, это я сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Нет, негр, ты не прав. Я не буду разрушать Детройт. Детройт уже разрушен. Причем разрушен людьми. Какие-то фильмы, да, здесь. Прикольно. Так, просто походить, поизучать реально. Ну, вот, тоже это же все не просто так делали. инвейджин, что-то про какого-то мутанта, или что это. На Half-Life похоже эти там ходили хедкрабы на голове у человека, когда они были. Прикольно. Да ладно, ты видел японского помощника для умного дома? Нарисовали анимированную анимешную тянку. Все, довольны. Нет, не видел. Это в смысле реально уже есть, что ли, такой? О, пожалуйста. Есть и бомжи тебе. Все слои населения. Опа. А, я прошел, что ли, мимо? Прикольно. А, вот он, да? Подсоединиться. Ага. Идентификация успешна. Как на это? Встроенная карточка. Заказ номер 847. 53 доллара. Подтвердите Нифигасия, 63 доллара. Не дофига ли, мальчик? Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Wi-Fi все дела. У андроидов встроенный Wi-Fi прикольно. Пощупать что-нибудь можно? Мазня какая-то. Что он пытается творчески изъясняться этот андроид пацанчик? Или это для посетителей, для детей? Чтоб не скучали. Пока родители что-то выбирают. Беллини паиньс. А, да, точно, я забыл, что можно ракурс камеры менять. не, видение вообще шикарное, конечно. Дрон, точнее. Так, чё-то. Это, типа, тут андроидов на прокат можно брать, да? Android temporary parking. А, ну, короче, временная парковка. А чё смысл? Опты. А, это человек. Ну, то бишь, наверное, на туре можно подойти, если чё, его взять, там, чтобы он помог. А, там, он что-то написано. 8 max unit. А, максимально 8, 3 часа max parking time. И максимально 3 часа может стоять. Короче, сам, к вам, пришёл, своего андроида парканул, да? Если не хочешь с ним светиться. Попец. Ну, представь себе голосовой помощник, типа Алисы, только в виде банки и с мониторчиком, на котором аниме, мишка прыгает и хвостами машет. А, я хоть не полностью. На Соньке отображаются сообщения. Ну, понял, то есть там, не помнишь, прям андроида такое что-то. Так. Кто рёт? А, вот, да? Найти работу. С этим надо что-то делать. Далеко собрался, жестянка. Ну, ясно, ясно. Да ладно. Короче, там на экране просто изображение, да? Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Вот этого я, кстати, первое прохождение не делал. Я сюда не подходил. Ух ты, блин. Посмотри на этого говнюка. Работу увёл, а пальцем троник посылся. Да они-то тут при чём? Да люди виноваты. Да-да-да. Именно он у вас украл работу. Собаки. Ты не достоин бороду носить в рот. О. Закон пришёл. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Надо было имдок. Лобешником в нос. Когда заберут и твою работу. Посмотрим, как запоёшь. Ладно. Всё, пошли уже. Хм. А чё, если опять не надо? А-а-а. Всё, закрыли. В принципе, это даже с логической точки зрения, возможно, так и было бы. Типа, незачем туда возвращаться, если там уфыри такие. Киберлайв, здоровенный магазин, да? Чисто дети будущего, они будут кричать восторженно родителям. Давай зайдём, давай зайдём. Но это будет относиться не к магазинам, где продаются приставки, там, игры. Или какие-то мягкие игрушки. А где андроиды продаются? Мама, давай зайдём, посмотрим на андроиды. Давай купим себе какую-нибудь кэру. Hard work for free time for you get today. Короче, реклама и стоят разные андроиды. Получи своего сегодня. Закажи прямо сейчас. А, можно прямо заказать. Вон, цена, да? Для тяжёлой работы, для того, чтобы освободить ваше время. Ничего себе ценник! 8 косарей! Да вы чё, ёкнулись? Охренеть! AR700. Special offers value. 8 косарей. Ну, это, наверное, какие-то новые модели. Может, какие-то старые, они бы и меньше стоили. Хаускипинг, бэбиситинг, кукинг. А, ну, это типа, это, домработник, чисто. Так, ага, вот наш автобус, да, наверное. Downtown. Android Band. А, сюда нельзя зайти. Здесь только для андроидов. Ой, смысл, нельзя для андроидов. Сход. Воспрещён. И вообще андроиды негодуют, что их используют для аллюзий на расовую нетерпимость. Вообще негодуют полностью. У них свои проблемы есть. Нехер мне. С помощью них решать какие-то другие, да, проблемы? Людишек. Своих забот по горной, ё-моё. Киберлайф. Так, ну здесь, по-моему, вообще... Блин, и всё равно, вот что-то не сделали же. Ай, блин. Не то хотел, хотел приблизить. Так, это продолжение. Карки. Карушки. Карушечки. Блин, и райончик такой похожий на то, что было в Хэви Рейн. Где жил этот... Итан, Итан, Марс. Такой частный чисто район. Так, кто-то палит там, явно. А можно, по-моему, пройтись? Ну, по-моему, нет. Подойти к Тоду. Ага. Короче, застраивают северный район, да? Ага. Паруцовка, стирка, глажка и всё по части. Чё, чё, сам не убирается? Куда не подевалась мир за трест? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса. Тоже на тебе. Искупать уроки, вся херня. Вся херня. Ясно? Да, тот. Начинаю тут, потом второй этаж. Да, тот. Истот. Удей же в ТР2, афг, выполнить сканирование. Срочные поручения, собрать мусор. Дополнительные поручения, собрать посуду, включить пылесос и смотреть задний двор. Кстати, задний двор я не осмотрел в тот раз. Надо сразу пойти и задний двор осмотреть. Псаны. Телевизор. Чё тут у нас? Чё-нибудь надо делать? Принести одежду. А, собрать, да? Даже такие мелочи, что в садик выйти, вот я чё-то сюда не пошёл почему-то. Замес вроде не сейчас начнётся. О, R1. А, дорогу строят, нифига, чётко. Ой, на такое я в Корее насмотрелся. Шикарные стройки, конечно, когда вот такие хайвэи строят. Реально хайвэи. Высокие дороги. Так, чё-то. Да, это ты, козявка, полила? Перестирать бельё. Ну, как оно ж только высохло. Или оно, типа, было это, там, не знаю, заблёвано. Поиграть двор, погода, школа. Нет, зря, зря. Ну, какая школа для маленького детёнка? Это ж вообще тридцать. Иди поиграй. Тебе скучно. Хочешь, поиграем? Нормально. Уже пошло. Коннект пошёл. А, ну да, оно две недели висит, его уже птицы засрали. Поэтому, да, надо перестирать. Ну, что ты? Хехех, дисконлект произошёл от двери. Так. Постирать. Чё там сейчас стирать? Засунул, кнопку нажал и погнала. Ладно бы. Как раньше на этой, на доске такой. Или вообще на камнях. Речки. Вот это была бы стирка. Опа. Нифига. Слушай, вот это да. Вот его наркота. Я этого не... Не это самое. В прошлый раз, так как сюда не пошёл, красный лёд. Ух ты, блин. Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психу пью. Простите, Тот. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тот. Да ладно, сказал бы, это кондиционер для красных вещей. Сам же палец, а дебил. Ну, хотя она-то да, она просекла, чё за тема. Хм, прикольно. Вот уже новенький сюжетец. Я чё-то чувствую, у меня уже линия кары пойдёт по-другому. Раз она тут секретик. A Little Secret by Toad Узнала. Капец, нифигасе, сука, наркоман поганый. Капец, маленькая дочка. Так. Да. А, это его. Может. А чё-то, кстати, звонка тогда не было. Смотри, а чё надо. Ну да, я достану. Хорошо. Наверное, подвезу. Да, на том же самом месте давай. Короче, там договаривается, ребят. Красный лёдик перевести. Блин. Короче, в прошлый раз у меня тот не полностью раскрылся. С хорошей стороны, так сказать. Прикольно. Так. Чё, где тут говно и вошь не ещё? Просто свинота. Так, чё тут, на, ещё он в коробке. Ну чё-то, кстати, если он такой алкаш, не так много за две недели у него бухла. Сколько там? Ну, максимум 10 бутылок пива она собрала. И коробок 5 от пиццы. Опа, а чё это у нас тут? А, неоплаченные счета, короче, отказано. Кредит-карт, аппликейшн-фор, мистер тут. Ну да. Пытался, видать, кредит взять. Отказали. Не работает, чувак. За какие шиши он ещё робота покупает, блин? Вы вынесли мусор. Так, чё там ещё нам? Мы постирали бельё, включить пылесос. Пылесос, по-моему, я тоже не включал в прошлый раз. На стороне кредит не дали. Кредит на бухло. Чё ты хер нет? Чё он там? Возле телевизора поговорить с Тоддом, собрать посуду. А чё мне с этим оленем говорить? Шла бы ты погуляла лучше. Вино? Бутылка из-под вина? Да ладно. Вино тут может быть только если он там к себе в гости какую-то тёлочку приглашал. Чё это там с ним? Отсутствует деталь. Заказ, обработка. Эй, деталь, у чувака бабла нету, ты чё? Он тебя только за это сейчас отлупцует здесь. На бухло нету денег, а ты ему... Чё там как? А. Блин, жесть. Чик, чик, чик. Натираем, натираем, натираем. Так, коннект опять прошёл нормально. Так, ладно, если мы, короче, играем на хорошую концовку, надо тогда с девочкой тоже. Короче, из Кара не будем тогда Стервозу делать. Будем играть. Кара! Да, Тодд? Пиво мне холодного. Слушаюсь. Да что? А в жопу ты не пошёл бы, Тодд? Пиво тебе холодного. Горячего, как моча. Нормальная игра про роботов. А посуду с Кубером можно натираем. Да вообще, андроиды захватили этот мир, короче. Смотри, хоккей смотрит. Чё вылупилась? Катись отсюда нахер. Катись отсюда нахер! А? А, чё? А, вон пылесос, да, стоит. Точно. Это же этот, пылесос-то, который даже сейчас такие есть. Который сам там чё-то, это, елозит. И всё это самое прибирает. Так, 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 ну-ка, включить. А я тогда его не заметил просто. Блин, такая крыса. Сейчас опять орать начнём чё-нибудь. Костись отсюда нахер. Так, а ну-ка, встать, если вот так у него на пути. Чё ты? Ну, посмотри-ка. А, ну, прекрати сейчас же! Посмотри, какая у меня фигурка. Нахер тебе хоккей. Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Какая вещь скромная. Тебе пофига? Что я заслонила? А, оп, такой рукой показал, типа, иди отсюда, да? Сейчас чё-нибудь орать начнёт. Ну? Да хватит уже тут маячить! Простите этого, больше не повторится. Повторится ещё как! Сволочь жирная. Ха-ха-ха-ха. Да фиг его знает. Если их слишком умными сделать, то и такие роботы захватят мир. Так, читать. Короче, нафиг уборку. Давайте журнальчики почитаем. All Sports. Андроиды Сила. Не пора ли её запретить? Футбольная лихорадка. Предложение о грядущих трансферах. Чик. Кстати, этот журнал я тоже не читал. Не пора ли всё запретить? В своём третьем матче сезона Android Pitcher X67 бросил мяч со скоростью более 120 миль в час. Ого! К тому времени, когда Беттер смог взмахнуть битой, мяч уже был в перчатке кетчера. Андроиды были внедрены в бейсбол на условии 1 на команду. Однако, с тех пор они заняли главенствующую роль в игровой стратегии. С каждым драфтом команды из профессиональной бейсбольной лиги бьют собственные рекорды трансферных сделок, тратя всё более и более внушительные суммы на приобретение новых андроидов. Но не стала ли игра от этого хуже? Короче, в спорте куча андроидов уже. Дженни Уорфилд, редактор журнала Home Run, говорит, что фанаты начали разочаровываться. Магия спорта заключается в том, чтобы увидеть пределы человеческих возможностей. Машина, которая ставит рекорды, не вызывает восторга и даже удивления. Но согласны с этим не все. Эксперт по бейсболу и бывший питчер Кристофер Ленокс считает, что с андроидами игра становится намного интереснее. Машины заставляют зрителей встряхнуться, а игроков прикладывать больше усилий. Игра должна развиваться, иначе она перестанет существовать. Ну как сказать? Транспортная инновация, встряхнувшая Калифорнию, налаженное сообщение, политика в фокусе, коррупция в американском Сенате, правда или ложь? О, 2038 год, они все не могут понять, правда это или ложь. Ну тупые, а? Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней. Да, они даже не заметили, наверное, это. Ой. Да блин. Это они Формулу-1 не смотрели, салаги. Вот и не привыкли к машинам. Ну да, у них в Индикаре-то не так все моторизировано, точнее роботизировано и компьютеризировано. Так что да. Налаженное сообщение. Транспортная инновация, встряхнувшая Калифорнию. Сегодня был произведен первый запуск нового нуль метро, которое доставит вас из Манхэттена в Лос-Анджелес за неполные 2 часа. Это более чем вдвое быстрее 5-часового перелета. Поезд может достигать скорости до 1800 миль в час, благодаря тому, что идет по тоннелю с нулевым давлением, в котором практически исчезает трение магнитных двигателей. Теперь у пассажиров появилась восхитительная возможность после окончания рабочего дня в Большом Яблоке провести вечер в Золотом берегу. Большой Яблоке, Биг Эппл. Че, Эппл стала Биг Эпплом? Калифорнийский рынок недвижимости не замедлил отреагировать. Цены на природное жилье взлетели на 64%. Шерлин Лоу, агент по недвижимости из Лос-Анджелеса, утверждает, что знает, откуда приезжают новые покупатели. В основном это жители восточного побережья, особенно нью-йоркцы. Они видят, что появился шанс совместить нью-йоркскую зарплату и лос-анджелесский стиль жизни и готовы расталкивать друг друга локтями, стремясь этот шанс ухватить, лихорадить не только рынок недвижимости. Быстро уменьшается количество свободных мест в школах, а представители розничной торговли взвинчивают цены в предвкушении притока нью-йоркских долларов. Калифорнийцы уже давно боятся, что приезжие вытеснят их из городов, и потому тенденция сразу вызвала волну протестов. Прикольно, что они заморачивались и такие даже мелкие истории прописывали. То есть понятно, что это прикольно. Не все вот это читают, всю макулатуру, но они все равно заморачивались эти истории. Я когда первый раз проходил, я старался все читать, но тоже пропускал достаточно много. Поэтому интересно читать. Особенно тут конфликт такой будет еще. Типа это, что-то преддверие Третьей мировой или предпосылки. В общем, классно. Развили прям историю мира. Так, Алиска что-то не хочет разговаривать. Ну че, жирная сволочь. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маяч перед носом. Это она ему так сказала? Думала, она просто типа сама себе там. Мы хорошо начали. Так, тут игрушки валяются. Че, игрушку не надо поднимать? Типа пофигу. Пылесос из андеграунда с синим нивоном под днище. Он прокачанный, тюрингованный, но... Так, убраться в комнате Тодда, заправить кровать, убраться в комнате, тролевали. Да ладно, этот жердя еще и может на гитаре играть? Олл Спортс, Андроид, Квотербег. Так, это Тодда, да, по-моему? А, нет. Короче, ладно, наверное, тогда я читать не буду, потому что книжек тут достаточно много. Я вот так пролистывать буду. А кто захочет, тот на паузу поставит потом. Почитает. В общем, тут опять бейсболи, андроиды, цена жизни, как беспилотные автомобили принимают решение о жизни и смерти. Вот это, кстати, интересно. Да блин. Не туда. Да, ты заколебала. Следующая страница 1. Ну, следующее. Или все, больше не это. Вот, наконец-то. Когда беспилотный автомобиль предвидит аварию, бортовой компьютер принимает критическое решение. Например, кого из двух пешеходов сбить, если столкновение неизбежно. Но сам процесс, посредством которого машина делает выбор, не очевиден. Мартин Форланг из компании Автокорона попытался внести ясность. В таких ситуациях система обработки изображений за долю секунды собирает данные, позволяющие определить возраст пешехода, пол и так далее. Эти данные сопоставляются с информацией в государственном архиве, чтобы определить семейное положение, трудовой стаж, прогнозируемую продолжительность жизни и наличие или отсутствие детей. Охренеть. Вы еще серьезно? Всю жизнь прочитывает за 2 секунды, да? За доли секунды. Затем машина рассчитывает ценность каждой возможной жертвы, основываясь на таких критериях, как, например, польза для общества. Наиболее ценными мы считаем жизни тех, кто спасает другие жизни, например, врачей и медсестер. Странно. А если жизнь какого-нибудь шахтера, там, я не знаю, который добывает топливо, чтобы эти всякие медсестры там могли работать? Все это звучит весьма убедительно, однако Феликс Гэмбл, глава антиавтоматизированной лиги ААЛ, говорит, что система не имеет права выносить такие суждения. Человек с уголовным прошлым может быть не менее ценен для общества, чем врач. Такие детали не имеют значения, если речь идет о человеческой жизни. Но Орланд не согласен с подобными высказываниями. Мы хотим, чтобы наши автомобили принимали лучшее решение из возможных. А для этого они должны действовать на основе полученной информации. Чем больше этой информации, тем лучше. Да, действительно, спорный вопрос. 2018 год, адепт прошлого, скувер, все еще с трудом пользуется простейшей читалкой. Да, не дружу с техникой. Так, ну что, продолжим прибраться. Ну, на самом деле, вот этот логический подход, он достаточно прикольный. И имеет место быть даже вот этот просчет, как бы, возможные жертвы. Хрен его знает. У нас-то в реальности все эти вопросы сейчас уже стоят. Их-то люди не знают толком, как решить. Может быть, андроиды смогут включить. Че, это телек, что ли? И новости спорта. Начнем с баскетбола. Решающий матч детроидских машин с командой Дендера пройдет сегодня на арене Киберлайк. А тем временем в Лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли в каждую команду по одному андроиду. Главный вопрос. Такое нововведение просто сделает игру более зрелищной или станет первым шагом к вытеснению людей спорта. Компания Киберлайк... Так у вас уже вовсю же там андроиды играют. И готовы предоставить специально созданные протоколы. Андроиды используются для ведения тренировок и тактических подсказок тренером команд с 35-го года. С 35-го года? Ага, и тут же мультики погнали, да? Интересно, а вот эти мультики они специально для игры создавали или это... Ну просто кусочек какого-то реально существующего мультика? Что за этот затейльник? Макса какая-то? Сначала подумал Samsung, но нет. Макса. Ой, это же ежик в тумане наш, ё-моё. Смотрите, реально. Калька с ежика в тумане. О-о-о, психодел вообще попёр. Или этот The Last Guardian. Ну реально, в мультяшном исполнении. Так, всё, да? Да, на министерство труда в октябре работали, жилить ещё 225 тысяч наших соотечественников. А-а-а, короче, нагнетание атмосферы. Майдан будет. Окей. Не, окей бы я сейчас посмотрел. КХЛ. Но это не КХЛ. Капец, а президент здесь. Это же реально, это просто Клинтон, ё-моё. Она прям очень похожа на Клинтон. Просто эти высказались. Квантик Дримм. По части того, кто у них там. Кого бы они хотели видеть по-настоящему своим президентом. Такую дань отдали Хиллари. Так, всё что ли? Прибрались. Да, да. Реклама одной игры, внутри другой. Ну а чё, это оба эксклюзивы. И тот, и тот эксклюзив. Сони. А, ну всё, Клинтон не выбрали. Теперь кризиса андроидов не будет. Можно спать спокойно. Детройт, Кримзон, Шаркс. Это кто? А, хоккейный клуб. Может, это тот, блин, играл в хоккей? Что он такое-то? Ну, как сказать. Правые третьи. Тыч! У нас сейчас, кстати, тоже осень. Вообще, погода даже похожая. И год почти что совпадает. Ну, одна циферка отличается. Дорогие. Ну, блин, с локотухи ему, блин. Убраться в ванной, убраться в ванной. Два раза убраться в ванной. Главное, не показывает, как она толкан моет. Это просто ужасное зрелище. Блин, она что-то головой, что ли, куналась. Так. Кто это? Кто это здесь? Так. Что еще? Что там еще? Вымыть пол. Ага. Убраться в ванной. Вы убрались в ванной. Короче, тут туалет и ванная у нас почему-то в русском переводе одним словом обозначены. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Моем, моем, пол, моем, пол. Моем, моем, моем. Чешем. Сейчас, по-моему, мы не пол, по-моему. Сейчас кто-то что-то словит. Так. Оп. Все. Дополнительные поручения? Нет. А вон еще бутылек валяется. Вон, вон, на столике. Вон, вон, кара-кара. Вот, 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 вот. А то в лоб получишь от Тодда. Так. Так, поправь прическу обязательно. Так. Опрятно? Опрятно. Пойдем. Теперь надо девочке убраться. Мы должны быть эталоном. Для девочки. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Она такая, нет, нельзя. Вот смотрю я на тебя и понимаю, что я и без андроидов за 8К с такой работой справлюсь. Ха-ха-ха. О, Рокс. Привет. Че-то ты долго отсиживался молча. Надо бы мне мой режим сна настроить, чтобы трансляции не пропускать. Кстати, здравствуйте, 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 здравствуйте. Так ты дрых, что ли? Я, блин, пропустил, че она делала с этой коробочкой. Алиса в стране чудес. Конечно. О, нормально, уже близость. А, блин, поднять книжку, чтобы через нее не переступать, не? Че-то она это, игрушки не поднимает с пола. Так, тут. Ну, блин, это классика, на обоях рисовать. Ну, правда, девочка так-то вроде бы, это уже не такая маленькая, чтобы на обоях рисовать. Либо просто она это рисовала, когда ей было еще годика три, черт возьми. А Тодду, ну, конечно, он же пивасик пьет. Ему некогда ремонт делать. А может, он пока дочка в школе, он заходит к ней в комнату и рыдает над этими рисунками. Было бы прикольно. Такой весть типа брутальный. Вижу, ты любишь читать. Ну, а как же, андроид, все должно быть по схеме, все должно быть на своих местах, все должно быть разложено, естественно. Читать удобнее за столом, поэтому как бы... Дышь! Диалог или действия тоже пойдет. Так, что у нас дальше? Кровать заправить. Ну, кстати, у нее кровать еще более или менее. У Тодда там вообще жесть была. Я не зануда, я прагматик. Убраться в комнате Алисы. Мы же, я же, я же, мы же, я же, андроид. Поэтому все должно быть предельно четко и логично. Девиантом мы еще не стали. Так что... Так что, ну-ка, быстро убрала свои книжки. Нет, так бы сказал человек. Маманя бы сказала, андроид, сам все сделает молча. И даже не пискнет. Так, ну что, давай поговорим, Лизка. Чего грустим-то? Ботянька совсем тебя затуркал. И вложить факты. Мне нужна личная информация, чтобы лучше тебе заботиться. Так, нет, подожди, интересы. А где твоя мама? Когда она придет? Косяк. Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Вот, исправили, хорошо. Мне это важно. Я просто пытался сначала выбирать те ответы, которые я не выбирал. Но что-то настроение у Лизки ухудшается. Айдь. Да. Мы сделали это. Девчушка прониклась к нам. Угу. Получить у Тодда новые указания. Да пошел нахрен новые указания. У нас есть дела поважнее. У нас есть задача стать Девиантом. И это нам сейчас поможет. Чик. Там еще и мальчика играет. Четырехлистный клевер. А что она его не съела? Или у них нет такого? Да я же говорю. Я спрашивал просто потому, что это те варианты я не спрашивал в первый раз. О! Маманька-то ничего у нее такая. Да и сам он был более или менее сейчас просто как чмо. Ну, что-то как обычно произошло. Драма, все дела. Скучает по маме. А приблизить? Ну, приблизить. Эй! Нет. Там слезы, да? Типа плачет девочка. В общем, все депрессивно. Так, это... Я так понимаю, справа это Кара. А, нет. Справа это не Кара, это Батянин. Вот Кара. Он руку ей протягивает, говорит, дай пять. А, нет. Или он так сильно пятюню ей отбил. Вот какой грузовик-то был. Ее-мое. Ее, говорит, грузовик сбил. Так, все, да? Гал, мне там руку отохвал, бошку открутил. Вы еще сумасшедшие. Прикиньте, да? Роботу открутить голову. Это там... Насколько надо быть невменяемым. И разъяренным. Ну, походу, был под это. Или бухой, или под наркотой. Так, что у нас? Получить туда новые указания. Пойдем, так и быть получим. За окном жизнь кипит. Классно, классно. Таким манером мы будем долго, короче, игру проходить, как вот я сейчас играю. Чего делаешь? В каждую. Я играю. Уже вкинулся? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Чтобы я не делал, какая-нибудь сволочь все мне портит. Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь! Чем больше себя так будешь вести, конечно. Господи, что я делаю? Прости, зайка. Прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты мне это знаешь. У него мозг уже вообще разъело полностью. Он себя не контролирует. У него такие перепады эмоций. Прям вот. Типичный бухарик. Блин, нарик, е-мое. Жесть. Ух ты! Неужели я тут все сделал? Да ладно. А вот единственное, что там? Собрать таблетки. Косяк. Таблетки не собрал. А-а-а! Блин, я пистолет не нашел. Он, короче, здесь отображает и прошлые мои действия. Здесь все сделал зато. Даже пропылесосил. Блин, да лучше бы я пистолет нашел, чем пылесосить. Ну ладно. Значит, уже будем по-другому идти, не как я в прошлый раз. Блин, что-то я вообще про пистолет забыл. Да, я его находил в прошлый раз. Так, а ну-ка, мировая статистика. Че у нас говорит. Собрать таблетки и найти пистолет. 85% это делают. Ну, опять мы не по канону идем. Ну, в принципе, да. Тут особо развилок-то нету и концовка тут всего одна. Потому что, ну, просто убраться да познакомиться с этим дуралеем. Дуралеем прочитать статью. Короче, статьи народу мало читает. 47%, 56%. Перестирать белье, да. Вот тоже мало. Я вообще домохозяйка идеальная. Так, ладно. Отобразить легенду, ты че? А, все, понял. 5 ноября 38-го года. Нет, все-таки чуть-чуть позже здесь, чем у нас сейчас. На месяцок опаздываем. Так. Это снова Маркус у нас. А, народ, блин, забыл совсем. Киньте кто-нибудь, пожалуйста, в группу ссылку. Сейчас вот уже с идущим стримом. Может, кто еще придет? То, что-то это. Пока что этот стриминговый мой канал, он как-то не особо развивается. В принципе, я особо тут и не стримил еще так-то. По-хорошему, это такой первый нормальный стримчанский. Так. Мы забрали заказ, положить заказ. Ага. Че-че-че? Подняться наверх и разбудить Карла. Сейчас. Сначала мы тут все обсмотрим. Так, кто это здесь? Картина. Картины, блин, какие-то такие. Абстракционизм какой-то. Мне такие не нравятся. Картины. Мне нравится, чтобы все четко было и понятно. Ну, там же ссылка просто на канал, а не на сам этот стрим. Так. Че, тут все, что ли? А, ну, вон, двери какие-то. Почему это от тебя не появится? У меня же в группе могут кто угодно постить сообщение. Так. Это кухня? Ладно. Че-то тут. А, вот тут. Че-то, че-то тут у нас есть. А, я в прошлый раз к этой клетке птички не подходил. Че, тоже робот? Что ты, что ли? Ага, он у них там эти. Чик. Не, ну, это, по-моему, перебор птички-андроиды. Или это, че, зеленые, типа, там, пробили законопроект, чтобы в клетках держать не настоящих птиц, а типа птиц, роботов. А то угнетение природы там и все дела. В группе данные, если просматривать из-за новостей ВК, я не буду... А, да ты че? А, ну, правильно не будет, потому что ты же ее в группе запустишь, а не где-то там. Так, не, отпусти нафиг ты. Подожди. Что ты сразу за кастрюлю берешься? Ты же не домохозяйка какая-то. Ты же мужик, я моя. Сразу за кастрюлю. Так, это у нас дайнинг.рум. Трешки-андроиды там. А чё телек у меня это? Скрим, чё скрим? Скрим, лайн каст Я думал, это телек, а это так Пейзажки Опять эти картины, вот мазня реально Не, ну это хоть Не совсем это Как там Малевич этот, который Вообще что-то непонятное рисует Тут хоть лица какие-то Ну понятно, тоже абстрактные Но Хоть как-то Ну вот я и говорю, что Хуже есть Но это не говорит о том, что Это мазня прям крутая О, можно поиграть, попробовать Мотивчик знакомый Интересно, откуда её Маркус знает Так и всё, да? В прошлый раз я просто не наигрывал её Ну ладно Так, это его это Мастерская Так, подождите, ребята Давайте я сейчас сам тогда это Започу Новость Можно тут что-нибудь На улицу позырить Красивый пока пейзажик Сейчас ссылку кину Не, Мурку не смогу Я не умею играть На гитаре Так, 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 так Где, где, где О Так, так, так Ну вот. Ну вот. Так, ну вот так вроде бы, вроде бы что-то это. Ага, вот тут от тебя, Алекс, есть ссылка. Видно. Так. И закрыть, чтобы... Лишний интернет не хавала. Прикольно, кстати, что это. Проха может Full HD и 60 FPS стримить. Обычная Сонька не мает такого. Так что даже технические есть плюсы. Это ж не гитара, хотя я тоже не умею. Я только гимн России без нот могу же сыграть. А я только похоронный марш. Увы. Но только так. Еще goodbye, Америка, Наутилуса. Я думаю, что Маркус... Хотя он же может к интернету подрубаться. Или он там, я не знаю, он постоянно под коннекшен. У него безлимин же, наверное, интернетовский. Может и знать, кто такой Наутилус. Так, что, все? Да мне и ноты дай, я ничего не сыграю. У меня в детстве еще, когда мы подростками были, Carrie Phantom пытался учить и нотам, и игре на гитаре. Но я так, не особо что-то был, видимо, заинтересован. Поэтому не научился ничему. Так, что-то мы не тем занимаемся. Там так-то, по идее, сказали, надо будить Карла идти, а мы тут давай уборку наводить, там все дела. Я точно домохозяйка, блин. Поняться наверх, разбудить Карла. Нас даже не поощрили за то, что мы, блин, убрались здесь. Карл сейчас просыпается, заходит в свою вот эту богадельню, а тут, короче, все вынесено, все помыто, вычищено, все блестит. И Маркус такой стоит. О, ну что, Карл, ты рад? Видишь, как я убрался? Тут какие-то эти были напачканы. О, а это, слушайте, а это не Сия. Не отсылочка к Сии? Вот, справа что-то я заметил. Вот это. У Сии же такая же притча, и эта девочка, которая в клипах у нее. Ну, хрен знает. Вряд ли, конечно, наверное. Хотя, фиг его знает. Она вроде бы здесь саундтрек не писала к игре, поэтому смысл делать к ней отсылки. Я прям так и вижу, сыграл как-то Маркус с утра в Бай-Америку, и пошел революцию собирать. Ну да, на бодричке такой лупанул. Ну что, Карл, я пошел. Иди, иди, сынок, с Богом, иди. Занимайся тем, что должен. Тем, чем должен. Блин, вот это вообще хрен пойми чё. Вот что это? Ладно, там лица. А, тоже лицо, да? Это опять же женское лицо. Типа рука, плечо. Капец. Сложно в этом всему разобраться. Тоже что-то странное. Олени. Олени. А, я думал, это дверь. Окно. Еще какая-то книга, блин, не книга, а это картина. Да, шедевр явно, шедевр. О, здорово, Иван. Скайнет уже запустили. Не-не-не. Мы пока еще в рамках заданных алгоритмов идем. Скайнет еще не съел мозг. Никого из наших андроидов. Раздвинуть шторы. Коды такие. Коды задания. Задание номер 9062. Доброе утро, Карл. Слушай. Доброе. Десять утра облачное. Двенадцать градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. Когда дождь. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобою, Маркус. Ты ничего не забываешь. Конечно. У меня же не бывает склероза. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Ну, как сказать, если ты ждешь, когда начнется Ахтунг Всемирный, то не опоздал. И, кстати, откуда пришел, ссылку увидел где-то в группе или, в общем, откуда узнал? Я статистику собираю. Я же андроид, я должен все знать. Всю статистику. Поломается столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за стрелопы? Прикольно. Тут его не было диалога. А не могут остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Ага. Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз столкнули. Ничего. И такой, ублюдки. Сейчас я отнесу вас ванную. Пойдем кубки-кубки делать, Карл? Это у меня корифан так говорит своим дочкам маленьким. А, ты через YouTube, да, увидел? Короче. Блин, там как-то же можно это... Смотрите-ка, они показывают. Кстати, тут цензура, я заметил, в этой игре гораздо больше, чем даже в Фаренгейте. Ну, не говоря уж о Хевер-Рейн. Это жалко. Теба сисек в игре не раскрыта. Вот что. Да, блин, Карл, не перебивай. В музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Что еще? Пошли мимо. Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Механизма какая. Блин. А вот механизм сломается. Как он будет спускаться? Могли бы просто рядом для всяких аварийных случаев сделать на лестнице еще... Ну, как для инвалидов делают. Просто гладкую поверхность. А то вот Маркуса не будет дома, и эта хрень сломается. Что он будет делать? Маркус, я жду. Простите, Карл. Я сейчас. Не, я не хотел видеть, как он старика купает. Но тут же есть другие эпизоды. Я бы проголодался. Завтрак уже готов. И вполне в стиле... Спасибо, Маркус. ...квантик дрим сделать сцену, где Маркус бы купал, ну, например, Кару. Ну, я, к примеру, говорю. И вот там уже было гораздо интереснее. Какой ты злой, Иван. Телевизор. А, телевизор только на его голос реагирует. А я его включить не смог. Так вот. А, вон там что-то про Баренцево море. Да-да-да, там за Аляску. И, кстати, сейчас возня же начинается такая за Аляску. Ну, в общем, квантик дрим, они, да, тренды чувствуют. И на этом, короче, развили целую историю. Что там в битве за Аляску, там чуть ли не предвоенное положение. Ну, и нечем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Как-то же можно на Ютубе делать заметки. Блин, я у всех вижу, у многих. А сам что-то пока еще туда не лез, ни разу не делал. Надо будет проверить просто. Так, читать. По-моему, я вот это не читал. Чик, Северный полюс, почему он так важен для России. Ладно, тоже читать не буду. Ну, в общем, вот тут начинается замес реально на Северном полюсе. И, в общем, тут и Америка, и Россия воюют. На Титане нашли жизнь. Тоже, да, такой трендик. Каких-то бактерий, блин, нашли жизнь, они там нашли. Не были там никогда. В общем, кто захочет, почитает, на паузу поставит. Ну, потом, в записи. Выключить телевизор. Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. Пять тысяч лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли. Мы пришли туда, откуда начали. Наверное, так. Пришли-то мы, куда пришли, в любом бы случае. Что-то, по-моему, тут, скорее всего, перевод что-то не так. Ох, какие фигуры. Нет, я не про то, что оповещения были и про колокольчики. Я вот ни на одного, на кого подписан, колокольчик у меня не нажат. Но оповещения все равно мне приходят, когда начался стрим у кого-то. Или там еще что-то. Сыграть в шахматы. Ух ты, можно в шахматы сыграть. Вот. Я про то, что можно на своем же канале, вот мне, например, какие-то новости опубликовывать. То есть, не видосы, а новости. О том, допустим, когда будет стрим со ссылкой. И вот надо так, наверное, делать. На основном канале делать оповещуху со ссылкой на этот канал. Когда будет стрим. Чтобы народ с основного канала заходил. Потому что на стримовском канале у меня подписчики. Что в шахматы сыграем? Мало совсем. Воробит? С удовольствием. Выиграть, что-что-что? Нифига там быстро, вы что, ребята? Сделаем подарок старичку. Очень уж легко я выиграл. У тебя мозги заржавели. Или ты проявил к старику снисхождение? Сразу куда пер, да? Солгать, сказать правду. Нет, Карл, вы просто лучше играете. Можешь победить, побеждай. Никогда не сдавайся. Именно это двигатель развития человечества. Так. Ты даже не понимаешь, что ты сейчас ему советуешь. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать? Этот мир не любят тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. А вот это точно. Едем-ка в студию. Кто не как все, тех не любят. Ох, как не любят. О, недавно на Титане был Space Engine. И там скучно. А что такое Space Engine? Какой-то движок игровой, что ли? Который ты сам пишешь. Так, ну что, он что-нибудь скажет, что мы тут прибрались? Я просто в прошлый раз не прибирался. Так, чё, куда тебе? Карл. Ну, смысле, я прибрался, когда он уже здесь был. Сейчас чуть-чуть по-другому. События развиваются. О, ё-моё. Всё, всё прям работает. Посмотрим, на чём остановились. Сними чехол. Снять чехол. Ого, там голова чья-то лежит. Убраться в студии. Да я же убрался в студии, мать вашу. Или чё, тут снова всё стало грязно? Нет, что за наброски? Какие-то детские. Или что это? А, может это он детские рисунки своего сына тут хранит? У них же прям отношения, ну, типа натянутые. А старик таким маневром показывает то, что он скучает по сынку, своему дебилу. Короче, это игра не посчитала наши действия правильными. А, или чё-то вот... А, вот, тут ещё не убрались. Всё. Мой косяк, мой косяк. Не убрал эти тубусы, блин. Всё? Всё, дождаться новых указаний. И чё он там нарисовал? Опять лицо. У него, короче, фетиш какой-то на лице. Кристаллица рисует. Студия, да, прикольно. Ну, блин, то, что он рисует, это вообще дичь. Ну, то есть, я такого не понимаю. Какой твой вердикт? Блин. Я, короче, как... Сам. Не знаю, мне ли садить, но... Это моё мнение. Это не лучше. Это не Маркуса. Это не Маркуса. И вообще, у тебя хороших работ нету больше сказать. И вообще, чувак, это не твоё, не занимайся этим. Меня к смерти. А я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Вот, это окей, для себя рисуешь. Но, блин, это же дичь покупают. Посмотрим на твои таланты. Опа. Попробуй. Напиши, что не унизить меня хочешь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Все с тобой ясно. Тебя только дал каши. Можно допускать. С творческими стариками ты с первого раза не справишься. Не, а черт его знает. Творческий старик. Может, он поймет, что он дичь всякую рисует. Может, наоборот. Но я тебя себя успокаиваю. Так, найти предмет для рисования. А, блин, я уже не помню, что я в прошлый раз рисовал. Скопировать картину Карла. Так, тут что? Нарисовать статую. А, я, по-моему, статую нарисовал. Нарисовать стол. Ну, тут в любом случае копию сделать. Что, плагиатом займемся? Да не, блин, ну это... Во, во. Что, блин, я не знаю. Стол. О, стол. Это же круто. Нарисовать стол. Идеальный стол. С тенями там, со всякими. Ну, в общем, прям, чтобы он был как настоящий. В 3D. Да, 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 да. Ох, шикарно. Вот это на 5 с плюсом работа. Так я улучшил. Стол круче, чем он в реальности. Ты видал какие-то мягкие тени? Я не смотрю, этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Вон, Сию нарисовать надо. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Если ты только что нурсал его картинку, довольно глупо тут же ее перерисовывать. Ракету нарисуй. Вообрази то, чего не существует. А как вообразить то, чего не существует? Сосредоточься на своих эмоциях. Этого же не существует. Как это можно вообразить? Андроиды, человечность, личность. Блин, забыл, что я тогда рисовал. По-моему, человечность я тогда нарисовал. Личность. Давайте личность нарисуем. Мы же пытаемся личностью стать. Это первый звоночек будет. Девиантности. Андроиды, отчаяние. Ух ты, тут еще вариант. Е-мое. Андроиды, отчаяние, сомнения. Пленник. О, ну пленник это прям символично будет. Я прям боковых, невидимых. Я хочу их сорвать. Стать свободным. Музон такой заиграл прикольно, кстати. Ладно, будем серьезно, серьезно. Погнали, все. Сейчас, Карл, сейчас мы тебе тут такое наваяем. Ты прям реально охренеешь. Карл, вон, уже рот открывается. О, здрасте. Пленника нарисовал. Презид ракного, да? Лео. Типа, кто-то за ним стоит и постоянно что-то нашелся. Как ты ваша? Я тут мимо проходил. Решил заглянуть. Насчет картины. Рассудно, они не виделись, а? Ай, блин, еще один наркоман. Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Кто рисовал? Слушай, мне деньги нужны. Опять. Я же не дал. Кому они не нужны? Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь. На кристаллы эти свои красные. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ, нет. Нет, почему? Ты знаешь причину. Ну да, ну да, конечно знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то, что я? Только знаешь что? Он тебе ведь не сын. Он гребаный робот! Лео, довольно. Хватит. Да я ж тебе жопу-то надеру, только дай команду. Тебе приводишься кроме себя и картин твоих дурацких. Карл, дай команду. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Ага. Вон на фоточке посмотри справа. Дурень. Вот так вот. Короче, все не так ладно у Карла. Картиночки-то рисуют, а сынок у него вон какой. О, слушайте. По-другому. У меня в прошлый раз не так было, да? А, ну вот, что я рисовал тогда. Я тогда андроидов рисовал, получается. И че-то, че-то, че-то. Что-то там, не помню чего. Так, Лео пришел требовать денег. Ну, тут тоже, по-моему, один исход всего, да. Ух ты, че-то я не открыл. Вот, сыграть в шахматы. Вот, в шахматы я в прошлый раз не играл. Победа, поражение, ничья. Отвести Карла в студию. А, ну, в принципе, оно, видимо, ни на че особо не влияет. Все равно все оканчивается поездкой в студию. Все пути ведут в студию. И че-то я еще не сделал. Уже второй раз. Ладно. Так, а ну-ка, мировая статистика. О, шахматы играют всего 24%. И 30% читают книгу. А остальные делают что-то третье. В общем, я самый популярный ответ опять делаю. В общем, у нас какое-то нетрендовое прохождение получается. Мы не в тренде. Личность. А, ну, вот здесь, да, здесь самый популярный ответ. Личность и пленник. А, зато тут пленник. Не самый популярный. Книги круче шахмат. Ну, шахматы типа логику развивают сильно. А книги скорее такое, кругозор. Общую образованность повышают. Так что да, наверное, я тут с тобой соглашусь. Что книги круче. Пофиг на трендах, лишь бы не было войны. Будем стараться. О, Конор, блин. Конор вообще красавчик. Джим, мисс бар. Почти как в Сайлент Хилле. Сейчас заходим, а там медсестры бухают. А что, выходной с Сайлент Хилла пока нету. Что им еще делать? Барри отжигать. На стойках танцевать. Оу. А что вы все негры? Такой, заходится вы че-то. А вы че негры? Просканировать. Так, что у нас за задание? Просканировать. Ну, вообще нам надо найти лейтенанта Андерсена. Так, о, а я помню даже. Каких морсов до андроидов пускает? Че, кто сказал? Кто сказал, а? А кто? Блин, я из Конора сейчас буду человечного чувака делать. Че, кто сказал? Ты нарываешься, а? Че, смотришь? Темный. Решил меня угостить. Вы че, а? Не уважаете андроидов? Да я вас сейчас всех тут разнесу. Это шахтеры. Так, а че тут? Че, и вы черные, что ли? А че в угол забились, а? Че рот открыли? О! А, ну да, просканировать че я. Е-мое. Не совпадение. Деннис Уорд. Че ты рот открыл? Закрой пачку. Так, а че у нас тут? Да-а-а. Обрыгаловка. Пометка такая. Обрыгаловка. Че проверить? А, надо да, прическу. Идеальнейшую прическу. Сделать еще более идеальной. Че андроид там? Бен, андроид. Они стульбанят, короче. Че там? 31% Environment Rate. Ой, блин, ну там че-то кто-то в сортире, прямо крик души. 31% короче. Безработица, да? Когда что-то закончится. Так. Вот он, товарищ наш. Наш, 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 наш. Ну где? Че, со спины не можешь сканировать, что ли? Только что ли. Вот она. Красавчик. Лейтенант Хэнк Андерсон. Дата рождения 6 сентября 85-го. Лейтенант полиции, сведения о судимости нет. Блин, ну он на год меня моложе, елки-палки. Сосунок. Причем ровно на год. Офигеть. Интересно, андроиды работают на андроид. Так, сейчас будет важный разговор. Надо не обосраться. Ой, Коннор, так нельзя с Хэнком разговаривать. Убедить, пригрозить, выразить понимание. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Пригрозить, настоять, убедить. Простите, лейтенант, я должен настоять. Я получил инструкции сопровождать вас. Засуни свои инструкции, знаешь куда? Не. Куда? Ха-ха-ха. Поехали. Ааа, блин, вот это стрёмно. Так, надо загладить вину. Знаете что, позвольте вас угостить. На пассажир. Вот это должно. Я в прошлый раз не покупал ему выпивки. Я что-то, по-моему, там... Придалжуем чудеса прогресса. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Путь к мужику лежит через бутылку. Карифану. Ха-ха-ха. Нормально. О-о-о-о-о. Ах-ха-ха-ха. Вот, захорошел. Ты не что говоришь? Так, сразу интересно стало. Да-да, убийство. Пойдет. Ништяк. У меня вообще в прошлый раз так все жопно было с ним, просто жесть. Вроде логично, но думаю, так, 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 а в итоге охрена не так. По логике вроде думал, что должно быть ему навстречу, но нет. Жди здесь, не скоро. Нет уж, я пойду с вами. Блин, да ладно. Тебе бы перестать меня бесить, если не хочешь, чтобы я тебя расхерачил на винтике. Цикл повторять, да-да-да. Противоречивая команда, следить за лейтенантом. Следовать. Я ничего не подтверждаю. Не, ну здесь только так. Чуть-чуть-чуть. Что у нас тут в округе? Пацаны, о, даже в медике, смотрите, андроиды. Пацаны, вы что, близнецы, что ли, э? А что, грюки одинаковые? И лейбочки. А вы что, ну-ка разошлись отсюда, быра. Зевакам тут не место. О, это кто такой? Репортер. Что, ты же негр, что ли? Капец, ё-моё. Что тут прямо негров засили? У меня сейчас сбой программы будет. А что ты сказали? Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. О, нормально. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнки. Мы уж думали, ты решишься скачать. Так и было задумано, пока не явится этот гавнюк. Что? У тебя депортер просто подрабатывает. Значит, смешно. Выкладываю, что случилось. Около восьми позвонил хозяин. Жилет давно не вносил арендную плату. О, Вектор, привет. Ну и нашел там труп. 15, да, да, 15. Так это давно уже. Там в первые пару трупов дней, как он подписал, сколько человек так, пока есть. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. Мам, фильм не хочешь посмотреть? И сам он издом особо не высовывался. Как стать человеком? В его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего, среди ночи дергать? Так. Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. В кадр. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, народ убистил. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Все пошла, да? Убриц ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Мам, тебе привет. От кого? От андроидов. От зрителей. Интернет зрителей. Какой идеальный. Даже слишком человек так не напишет. Так, ну что? Крис. Это написано кровью жар? Хэнк сказал, ничего не трогай. Поэтому, если я сейчас начну что-то трогать, он рассердится. И опять, короче, будет со мной ругаться, будет расстраиваться. Но что делать? Если, в принципе, хорошо все разглядеть и понять, в чем тут дело, и кто и как убил этого чувака толстого, то, возможно, Хэнк тогда снизойдет к нам своей добродетелью. Не знаю. Вот как-то так. Скудер выйдет. Не, он занят. Он становится человеком. Пытается стать человеком. Так, ну что, давайте расследовать место преступления. Нет отпечатков пальцев. Замешан андроид. Ага. То есть у андроидов нет отпечатков пальцев. Так, а мы что? Оп. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Крушаю. Я могу сделать все тесты на месте. Простите. Стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтобы не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. В рот вещдоки. Это что надо толпать? Засохшая кровь. Анализ ДНК. Карлос Ортис. Сначала она засветится на своем канале, потом заведет свой про рецепты из видеоигр. Пыр, потом перегонит тебя по подписчикам, близкой. Да вполне, вполне. Меня, кстати, перегнать не так уж сложно, поэтому, да. Так, это тоже его, да, кровь. Видеоблогер из глубинки. Семейный чисто такой. Доедет он. Уже скоро будет. Как это? Не знаю даже. О, и здесь наркота. Да вы шутите, что ли? Лед. Там формула даже была какая-то. Сцен-2. Зря не формулу написали. Могут же воссоздать это дело химическим путем. Так, давайте-ка жертву осмотрим. Они тоже начнут торчать. Так, блин, у чувака реально капец. Он уже бледный, блин, и походу разлагаться начал. Красный лед. Короче, жрал. Жрал. Красный лед. С-17, аж 21, N-O-4. Ага. Что-то, блин. Азотистое. Погибший Карлос Артис. Рост 171, вес 130. Да ладно, ты просто жиробас, ё-моё. Он, по-моему, сам бы сдох, если бы у Андроид не за это. Не за коцом. Он просто, Андроид, может, ножом пытался его, это, худо бы ему предать. Из благих побуждений. 28 ножевых ранений. Да это он сам споткнулся и упал 28 раз на ножны. Внутреннее кровотечение. 28 колотых ран скончался более 19 дней назад. Охренеть. А что шахтеры до этого? А, ну они в забои были в Спрайне. Не могли. Не могли знать определить. Отпечатки пальцев, совпадения в базе данных Карлос Артис. Средние судимости. Грабеж и нападение при отягчающих обстоятельствах. Ого. Так он еще и сидевший. Так. Чик. Что тут было? Что было? Здесь жертва упала. Что упала? Тут он напоролся на ножик. Неаккуратно. Двигались из кухни. Капец. Капье моё. Ну его просто, я не знаю, как свинью какую-то. А вот так вот безэмоциональный андроид настолько разъявился. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Мне нравится интонация Коннора. Просто 28 раз. Может, поверь. Нам всем охвата свалить отсюда, как можно. Не удивлен парень ямор. Так. Хэнк. Там в ванной что-то странное. Вы смотрели? Вот. Туда я, по-моему, не заглядывал. В ванной что-то странное сказали. Так. А вон за окном кто-то лазит. Прикольно. Так. Опять что-то почитать можно? О! Во! Я когда нашел вот эту бирочку, я прям обрадовался. Думаю. О! Ху-ху-ху! Ждет нас интересное путешествие. Ну, на самом деле. Ну, кстати, да. Оно будет самым интересным. Наверное. Но, как я уже говорил, в этой игре небось не раскрыто. К сожалению. На Quantic Dream постоянно надеешься. Они уже как бы создали себе имидж-то. Так, это опять кровь, опять кровь этого. А, ну тут у него, короче, первый раз саданул ножом. Аж брызнуло. Пчатки пальцев, падение байзанных, Ортиз, следы борьбы. Короче, на кухне замес начался, судя по всему. Так. О-о-о-о! Пойдет. Gossip Weekly. Джуди Хэвид демонстрирует фигуру перед пляжным сезоном. Доказано, в сексе андроиды лучше людей. Простите, дамы, но с пластиком вам не сравнится. Хе-хе. Марк Уотер и Нэнси Райс теперь вместе. Ну, вообще, огонь. Рад за Маркуса Уотер и Нэнси Райс. Вот так вот, прикиньте. Журнальчик, да. Ну, блин, я такой думаю, о, ну сейчас, может, это, откроем, Чика, там. Разворот, все дела. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, верни-верни-верни. Вниз, да? Оп. А тут просто надпись клуба. Ну и, в общем, да. 52% мужчин заявили, что пробовали хотя бы раз. И это уже говорит о многом. Вот так вот, половина мужиков уже с андроидами живут. Ура. Ну, а что, в них там, эх, все, наверное, я не знаю, как там, с всех религий заложено. Вся там Камасутра. И они все это могут. Там, наверное, как интересно. Так. One knife is missing. Орудие убийства взято отсюда. Ну, если это плейбой будущего, то я бы такого не хотел. Он какой-то прям скучный. Совсем скучный. Вторая половинка до сих пор пользуется iOS. Это что-то про ось эту, ай, ось тут ни слова. Хотя Big Apple был. Может быть, что-то это самое. Apple стал Big Apple. Но Android явно победила. Android. Система стала выпускать андроидов. И как бы этим самым они сделали прорыв. Вмять на причину удара тяжелым предметом следы тиреума. Ага. А следы тиреума это значит, 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 что башку пробили андроиду. Печатки пальцев, падение в базе, да, на Карл Зарти, сведения осудились. Так, ну, все понятно, так. Так, че ты? А, че-то позолочено почему-то. Че он тут? А, сейчас разлочилось. Чик. Так, гамма просто такой, на девианта напали, эмоциональное потрясение. Короче, это тоже какой-то супостат был вообще такой, прямо, неадекватный. Вахта. Тэнс. Тэнс. Два удара. Три. И тут он схватил нож. Блин, он его по горлу, что ли, резанул? Блин, ракурса не видно. Смотрите. А, не, по руке. По руке, по руке, по руке. Бряк. Я тут тоже не ожидал, видать, аж свалился. У него бухой. Прикольно. Вообще, классный режим, конечно. Если бы это были бы андроиды, на андроид, они бы никогда не захватили мир. Памяти на обновление бы не хватило. Так. Ага. Так, вот сюда нам надо пойти. Говорили что-то про ванну. А, там еще один трупак. Ага. Компульсивный подчерк. Это типа этот андроид, что ли? Или мужик? Себе святыню создал. Поехавшим. Религиозное подношение. Ну-ка, Конор, встань-ка на коленке. В позу молебена. Может, так получишь больше информации? Так. Че, больше ничего? Просто увидели, что тут, короче, алтарь какой-то, да? Пробьем таким способом. Не, ни хрена нету. Да, квартирка, конечно, обрыганная. Такая прям совсем. О, ну че, какой-то. Так, а где Хэнк? Так, а мы все сделали? Поговорить с лейтенантом Андерсоном. Так, там это у нас журнал еще, да? Ну ли, все. Здесь это что? Это кровь. А, вот. Мои коробки возле дома намного уютнее. Ну да, если, как бы, коробка сделана творческим человеком, то там коробка может быть даже многокомнатной, уютной. Модель К-52. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет. На такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Конор прям такой весь, это, робот реально. У него интонации такие прям вообще безэмоциональные. Мне, кстати, даже вот че-че, но больше нравится вот в этой игре именно наша озвучка. Вот именно Конора. Потому что я смотрел озвучку английскую Конора, там актер слишком эмоционален. Хотя это новая модель, про него же говорят, про Конора. И он абсолютно, ну, такой правильный робот, скажем так. И он абсолютно, типа, не подвержен, там, девиантности этой. Чисто на логике. О, Вован, здорово! Здорово, здорово, Биг Босс! Дела, да, четко все. Вот, видишь, человеком становимся. Так, вот Хэнкс, ты говоришь с лейтенантом Адерсоном, ага. В Детройт, видишь, поигрываем. Так что присоединяйся, если у тебя его нет, вот, посредством меня. Че, Хэнк, давай поговорим, потрещим. Думаю, я понял, что произошло. Да, ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. На кухне. Конечно. Следы борьбы очевидны. Хэнк-то уже давно все раскусил. Надо понять, что именно произошло. Можертва напала на андроида. Сбитой. Сбитой. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. Угу. Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что Андроид оборонялся? Конечно. Ладно, что потом? Человек побежал... В ванную гостиную. В гостиную. Следы крови на это указывают. И перевернутый стул. А он его еще полосовал. Он 28 ударов нанес. Это потом уже. В нем дырок-то гораздо больше. Кошмарите. Андроид убил жертву. Ножом. Ножом. Ладно. Твоя версия не такая вот и новая. Капец. Кошмарик. Но только куда потом делся Андроид? Просто. Он был поврежден. Он фаршировал его. И стал терять Тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. Но ты-то их все равно видишь, да? Ах ты, Хэнк. Про ныра знаешь, да? Ну во, я же говорил, так что мы все дело разобрали по полочкам. Мы правильно поняли, что откуда и куда. Ну блин, Конор, ё-моё, красавчик. Вот. И Хэнк, в принципе, неплохо... Ну, короче, не разозлился, что мы тут все потрогали абсолютно. Так. Сканируем сейчас. Ищем нашего Андроида. Так, где? Ну, а вот. Сюда пошел. Так, что-то тут потоптался. А-а-а, потоптался это. В смысле, его здесь же ударили, и он начал кровь терять. Потом туда, наоборот, пошел. Ага, а потом откуда вот сюда завернул. Здесь-то они не дрались. Во. Мы близки. Мы очень близки к разгадке. Воспользовался лестницей. Ага. Очканул Конор? Да нет, конечно. Биокомпоненты. Значит, в теории Андроиды тоже могут быть подвержены болезням. Ну, нет. Ну, это же имитация биокомпонентов. То есть там, видимо, инженерия на уровне сращивания. Ну, типа, наверное, как я не знаю, кибертехнологий, да? То есть, искусственные элементы сильно приближены к биологическим своим аналогам. Типа того, что там. Что, техно-демку не смотрели, Кара? Посмотрите. Там же вот ее, когда собирают, видно, что у нее там, у них и сердце есть, какие-то еще внутренние органы. Вот, и... Ну, то есть, сердце, по сути, насос, который вот этот Тириум по их там телу гоняет. Способствует тоже там какой-то передаче данных. Так, а что? Забраться на что-нибудь. А, ну тут же лестница лежит. Вот. Мы только что ее щупали. Блин. Или где? Или она на улице? Простите. Так, вот это под ногами. А, ну вот стул. Возьми стул. Нет? Хожешь? А, вот. А, ну да, тот стул типа нельзя брать, потому что это... Ну, это улика. Эй, эй, куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. А, кое-что проверить. Открыть. Ну, Конор, блин, ты в натуре андроид, е-моё. Сейчас по башке можно хорошенько получить. Вряд ли тебя тут прямо радушно примут. Посмотреть чердак. Путный чердак открыт. Путный чердак открыт. Разыскать девианта. Ха! Ништяк. Так, ну, это по-любому не девиант. Это прям сто пудов. Это там свет падает, там манекен какой-нибудь. Да, блин, его, скорее всего, тут вообще уже нету. Какого девианта тут заскочен? Две недели бы тут сидел. А, кейт, две недели, 19 дней там уже написано было. Еще бы 19 дней тут сидел он уже. Попа! Да ладно. Ну, реально кто-то прошел много. И это не крыса. Так он, по идее, уже сам манекен. Сколько он жидкости потерял. Ну, тоже, кстати, верно. Это кукла живая, как сам. По идее, да, они же там жидкости, то если всю потеряют, тоже. Ну, или не всю, а много. Уже перестанут функционировать. Нет, правда, я не знаю, могут ли они там так же, там, допустим, что-то использовать, переедемтовать, там, остановить кровь. Опа! И что, битва будет? Типа, файкер. Иди сюда. Я просто защищался. Я просто защищался. Ты человека, скотина, заводил. Он хотел меня убить. Ты что? Ты хочешь меня рожать, что ли? Не говори ему. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Хэнк! Нашел девианта, что ли? Лейтенант, он здесь! Опа! Даже выбора не дали. Мэнк! А ну-ка, дуйте сюда! Типа, отпустить его или нет. Жиль! Я думал, сейчас это, ну, как обычно, там, отпустить или, там, люлей навалять ему, позвать там Хэнкера. Так. Ну, на самом деле, да, вот вы по моей лестнице, по моему древу, так сказать, видите, что я и в прошлый раз этим путем пошел. Вот. Этим путем пошел, а вот какой-то есть еще путь, который не открыт совсем. Что-то мы тут не нашли, да? Место преступления. Смотреть нож, заглянуть в душ. Вот что-то еще одно я не нашел, что ли. А, во, смотреть надпись. В прошлый раз осмотрел, сейчас нет. Что-то тут еще какая-то, вон, ветка целая есть, и она приводит вообще к другой концовке. Так что здесь, ну, вторая концовка, скорее всего, это то, что ты не находишь этого девианта. Вот, но перед этим нужно было что-то все равно найти. Ну, может, по ложному пути, типа, поведет эта подсказка. Ладно, не суть. Если кто-то знает, чем это все может, второй вариант закончится, вы все равно молчите. Не надо блистать тут эрудицией. Конор понял, что произошло. Короче, я смотрю, все такие умные, 98%. Поговорить с лейтенантом Андерсоном, 98%. Реконструировать преступление, 95%. Ну, короче, большинство вот эту концовку зарабатывает. Так что здесь мы изменили свои традиции, и мы оказались прям в самом тренде. Ну, ладно, поехали в следующую сценку. Так, это что? О, это кара. Карушечка-лапулечка. С алисочкой. О, это чмо отрубилось. Накидался. Да не лезла бы ты к нему, е-мое. Ну, может быть, блеванул во сне и задохнулся бы сам нахер своей блевотиной. Вполне реально, многие люди так подыхают. Да, да, еду. У него что там, бульбулятор, что ли? То есть вот этот красный лед, они типа это, скурят, что ли? Вон у него там хрень. Ага, ну, поджигает. Вот, блин. Хоть бы не при дочке это делал, в рот. Просто собака. Реально псина вообще. Вообще не человек. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Из говна и палок, да? Я люблю макароны. Спагетти с соусом. Это вообще огонь. Одна из моих любимых просто. Блин, я сейчас жрать захочу. Да, отойти от стола. Блин, я спагетти прям обожаю. У меня бабушка на макаронной фабрике всю жизнь проработала. У меня это по генам просто передалось. Вот моя жизнь. Любовь. Потерял работу и сароман. Хоть говорят, они меня погубят. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Жри, давай, удела. Живей вообще воды не налил. Ну, ну налей ты сюда. Ну, налей ты наливай все. А это пускай давится в сухомятку. Не, 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 не. Да поставь тут назад. Это ведь такие удобные. Они не устают. Они херней. Не страшно. Слушай, алекс молчи, а ну не это. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Я не буду тебе наливать. Пошел в жопу. Да я знаю, как это сделать. Я из принципа нахер не буду ему ничего наливать. Козлу этому. Жри давай. Да, за столом у вас прям атмосфера. Располагающая к аппетиту. Ладно. Ну, вынуждают, вынуждают. На, подавись. Что ты на нее-то лезешь? Мне нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой гребаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен смыть наркотиков, дат. Иногда ты меня приупугаешь, дат. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Ну так от такого мы быка. Слотывай с каким-то недоноском. Бухал ты, расслежда! Самый виноват. Папочка! Это ты виновата! Оооо! Ну все, ты себе смертный приговор подписал. Собака. А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Кара, пора применять... Подключаться к интернету, скачивать набор... А, скачивать, короче, приложение Mortal Kombat. И просто начинать раздавать лилей. Я не поручу. А, да у меня сейчас... Стоять здесь. Чтоб не рыпалось мне. А то вломлю посильнее, чем в тот раз. Опа! Ну все. Взяла и свалила от меня шлюха. Оп! В библиотеке, да, файтинг. Так, ну че? Начинаем девиантировать. Погнали! Нахер, ломаем код просто. Файловую систему переписываем. Короче, она сама для себя вирус сейчас походит. Сама себя ломает. Давай! Давай! Да, вот так, молодец, красотка просто. Пошли, все. Давай, кулачища, да, молодец. Ух, какая сивища. Да, защитить Алису. А как надо ее защитить? Лучшая защита. Это нападение, правильно. О, утихомирить то-то. Точно. Сейчас мы ему пойдем утихомиривать. Так, желательно взять еще и стул. Это аргумент самый лучший. Успокоит решительное понимание. Так, а я в прошлый раз пытался успокоить. Это помогает. Ну хотя я не знал про его наркоту. Может, его шантажировать как-то можно. Нельзя ее трогать, а она же. Могу и тебе отвесить. Лучше не лезь. Ошибка, да, была? Ох ты, блин. Библиотеки файтинга. Погнали. Вставай, 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 вставай. Ты че? Я же говорил, надо было табуреткой просто сразу. Ё-моё. Да, надо было сразу Халисе идти. Ух, сейчас будет жестко. Блин, в тот раз. Так. Комната Алисы там. Ты че, тварь? Хватит. Прекратите. Ты че, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Вану, подсечку, у нее, короче, захватывай все. Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая. Ты, кажется, поломалась. Давай, давай, нападай первое. Ничего, сейчас почти. Явно же видно, невменяемый. Оп, погнали, замес. Твою мать, сразу без подготовки, да? Вот так вот, без прелюдий. Опа. Так, у меня там окно открыто, да? Ач! Блин! Бух! Да давай, давай, ногами его, ногами. Давай, давай, ломай его, ломай, шею ему ломай. Бух, блин, суточка. по шее его банк будешь подчиняться да перкил блин пистолета сейчас нету я в прошлый раз застрелил короче вам о пойдет нормально вырубила или он сдох а не живой добивай его ремень же он рядом лежит души его ладно давай убегать да почему там дверь не открывалась быстрее догонит да блин твою мать вот сволочь стулом стулом его давай не надо есть молодец вот блин отпусти узел . вот красотка есть что-то новенькое блин ништяк через забор соседям ну 9-1-1 да это все дела верните хрен тебе о слушайте но если он сейчас опять не выпишет не нарвется что мы его убьем не не нормально о пойдет это даже круто что я его в этот раз не убил блин а я думал когда возле двери про косячил что он опять нас догнал я думал придется его все-таки завалить а так он короче живой остался а в прошлый раз его тупо короче пистолет пошел взял и это ну тю маленькая моя испугалась конечно ё-моё стресс то какой ну ничего зато сейчас он тебя больше не будет скотина и короче там без особых прелюдий просто его завалил все хотя там потасовка тоже была такая что он там на меня напал и блин прям хайму там куда то то ли в сердце то ли в пузяку да так что это другая сейчас вот да вот 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 кэра застрелила то да ништяк блин вот это замес был файтинг ну видать она все таки это скачала там какие-то модули файтинга потому что она ему иногда так ногами хорошо отвешивала даже не ему она ему под ноги очень профессионально кидала какие-то предметы вот надо было так же профессионально ему двоечку просто прописать куда-нибудь в район ухо и все и он бы уснул как бы нормально с утра бы проснулся накатил своего красного льда и даже не вспомнил бы про Алису да вот вы увидели пистолет в главе новый дома блин сейчас я про косячил и не нашел его ну в принципе это даже лучше я считаю все таки не очень хотелось его убивать собаку это не тут фишка другая видишь у нее свой интернет это же по сути единое целое вот вай фай все дела видишь вай фай модуль встроенный как бы там без проблем ну как на процентовочку посмотрим оп так поначалу все одинаково хотя нифига не одинаково смотрите как все могло закончиться вообще быстро вообще прямо тот разозлился пойти на перекор программе да а вот если бы 97 процентов это делают а есть три процента каких-то тормозов очень послушных которые на перекор программе не идут и он скорее всего тогда или короче убивает ее здесь или там что-то жуткое с Алисой делает ну короче ладно не суть главное вот мы тут развилка подняться наверх блин почему-то я окном не смог воспользоваться окном я бы воспользовался если бы я к нему не подошел сразу пошел к Алисе наверное ей забрал ее как-то так мы добрались до Алисы позже Тодда 73 процента круче все тормозят защитить Алису 80 процентов пригрозить пистолетом оглушить Тодда а вот здесь можно сразу было и убить его вот я здесь его и убил покинуть комнату Тодд гонится с такой идти к парадной двери вы не смогли открыть дверь блин вступить в драку на первом этаже сбежать сбежать через задний двор и это 37 процентов все так что мы опять вернулись на свою волну мы не в тренде сама себе написала программу Алиса в стране чудес чего не тормозов я читал рецензию человека который решил реального андроида отыгрывать по всем трем правилам работостроения и да дальше твое сообщение не отобразилось ладно погнали дальше да не что и прикольно да я говорю здесь отыгрывать можно как угодно мы же просто вначале решили что мы играем на хорошую концовку и стараемся девиантировать прям вот во все поля как только можно каждый раз на таких сборищах я тоже можно почему нет а что я вообще здесь делаю терпеть не могу так это опять маркс этот сброд который на них слетается ну для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас да ну брось ты плевать им всем на талант искусство не способно ценить талант или тупо покупают картины из-за того что это в тренде и мы после таких разрушений понимают в этом основе кто это покупают так куда тебя карл покушать надо опять виски как всегда отдать ну конечно сами знаете что сказал бы доктор да пошел он к чертям уж в мои года я сам выберу чем богачей висят эти картины о кто-то выбивается также блины мне надо елки-палки даже признак того что я богат разбираюсь в искусстве а ты что оставил свет в студии оба нет нет я не оставлял вызывай полицию полиция что случилось андроид карла манфреда венюла файет 89 мы вернулись домой видим свет в студии возможно ограбление патруль к вам выехал давай посмотрим давай я лучше бы не смотреть лео что ты делаешь ты же не даешь я возьму сам есть придурки которые за это бабла творишь не трогай это все равно что придурка попозна будет моей считай авансовый платеж по наследству маркус выведи его отсюда пусть идет прочь выставить лево на бабки выставить его больше вариантов нет ну чё пойдем чмо поговорим на улице урезонить приказать посоветовать предупредить я оповестил полицию вам надо уйти чтобы избежать неприятностей да ты всю жизнь меня прогоняешь что не так я тебя не достой не такой идеальный как этот твой робот довольно выметайся пошел прочь да что у него особенного а? чем он лучше? оставь его давай покажи себя маркус легко не защищайся слушаешь меня не трогай его не трогай его ну че застыл ударь меня ты человек а? ну давай че стоишь за сон что ли? хватит Лео хватит ну что боишься меня бить? ух ты блин ой блин а бьешь как баба ё-моё по щечине защищаться да 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 на на ух Маркус мощно пробивает дыра там так ручками постукивало да взрывай сразу с вертухи ему просто сразу нац ну да конечно я совсем забыл ты же робот просто галимый кусок я тебя расхерачивай останемся мы спали я тебя расхерачивай все планы давайте скажем почему ты ничто слышишь меня пустое место а дальше о пойму плохо что ли елки-палки твою мать вот это да блин прошлый раз такого не люди я думал там еще раз будет предложить типа ответить ну типа первый раз терпел я прошу вас не надо более мне маркус не позволяю никому говорить тебе кто ты нет нет папа нет не надо кто сказал папа это твоя вина это маркус крик не совпаде ты ничего бы не было охренеть вот точно он прям сразу 9 одевиантился человек андроид это был андроид блин нифига блин здесь накосячил карл помер да это другая концовка блин не хотел я я думал там будет ты типа первый раз стерпеть да потом он снова начинаете обидеть уже на второй раз ну типа дадут еще раз выбор ответить ему и тогда навалять ему уже по полной блин а там короче вот в этой концовке где отвечаешь этому балбесу сынку там карл не умирает там там я наоборот думал что этот сдох лево он ударяется там башкой и падает по моему так так ладно смотрим статистику подчиниться карлу короче здесь мы пошли по этому опять по трендовом пути ну правда тут отличие 51 на 48 а куда еще один процент делся блин я надеюсь что он не помер на самом деле если вы на самом деле до сцена конечно короче если вы знаете что там дальше с карлом не говорите я надеюсь что он все-таки выжил твой мотив я буду на это надеяться о допрос шикарная сцена долго сидел на чердаке почему не убежал то десятые не показывают да скажи ты что-нибудь ух ханк разозлился короче с меня хватит пойду бухать дальше пойду лучше выпью на гердих андроиды блин сейчас тратим время на допрос машины это ничего нам не даст всегда можно слегка вломить тем более это не человек андроида не чувствует боли вы его только повредите и ничего не добьет ваша также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуаций ну короче умник что ты посоветуешь чуть а нос покорябаный носить собака целовался укусила на что нам терять тоже мудила ну что валяем весь твой ща пойдем допрашивать с пристрастием брат андроида его нам брат собака тоже взял человека завалил эх блин сцена вообще шикарная конечно но она сложная реально сложная тут многовариативная я когда первый раз кстати играл здесь я не совсем понял как надо тут действовать ой так изучить давайте сначала изучим это может поможет ого 5 улик признаки нестабильной работы программного обеспечения вероятность самоуничтожения низкая хорошо мне пока не надо негритосик чтоб ты себя уничтожал дата изготовления 29 мая 2013 а вот те уже восемь лет типа подрос на собственник карлос ортис где не домашнего хозяйства капец у тоже жив какой-то вообще лачуге до босса на и блин а деньги на андроида есть восемь косарей он стоит посмотрели с вами я бы может там восемь лет назад он и меньше стоил но все равно какой-то уголовник были чехерный отработал он или нет бабло на андроида блин есть первой необходимости мы видать надо было на ком-то злобу вымещать или бухать скин днк карлос ортис добавить пробу 19 дней а вот кровь этого хозяина на следы горения многократное маркирование на протяжении 16 месяцев результат прижигания сигаретами ну да он короче издевался следы ударов не критические повреждения 2 уровня нанесено бейсбольной битой ну ничего так он ему руку все равно расшил ну раз не критическое значит видимо он они не через любые раны могут всю кровь тоже потерять поэтому что-то там вытекло видать а потом у ну что ладно допрос допрос вещь сейчас такая вообще прям ух серьезная давай конор добиться оптимального уровня стресса чтобы выбить признание уровень стресса здесь непонятно оптимального уровня то есть нужно его понижать получается это он самоуничтожаться будет значит надо уровень стресса у него снижать страх раны и ну такая кукла для битья за 8 косарей об чё-то не открыто один вот замок да блин плохо так ладно погнали давайте с имени начнем расположим что ли мое имя кону а твое скажи свое а слишком низкий надо поднять наоборот теперь уровень стресса да то есть сейчас ему типа он слишком спокоен ему вообще пофигу на все так получается и слишком высокий нельзя тогда он заглючит и начнет разрывать или мозг страх я чувствую в твоей программе нестабильность это бывает довольно неприятно как страх у людей что ему похеру да утешить обнадежить пригрозить так ну надо его расшатать маленько поэтому чё его утешать пуля этого надо пригрозить после ареста ты отказываешься говорить если не будешь сотрудничать придется по-плохому ты этого хочешь а погнали а вон там даже есть это типа оптимальный уровень на скорее всего до которого довести надо так проникнуть в память нет пригрозить вот давай пригрозить ты явно не понимаешь от его положение ты убил человека если будешь молчать тебя точно разберут сочувствие верь мне блин ну это успокаивать же начнет сейчас так сочувствие верь мне два варианта не хочу проникать в память его давай верь мне сочувствует к нему точно я хочу тебе помочь ты должен мне верить я просто хочу тебе помочь что что они сделают со мной хочу переплавят они ведь уничтожили меня на телефон и android сказать правду уничтожили разберут и будут анализировать твои его компоненты о не оставляешь выбор им надо понять в чем дело зачем ты сказал что нашел меня мог ведь просто оставить меня там ты вообще охренел что мое назначение ловить таких девиант он пойдет я выполнил свою задачу конор сейчас хочу умирать тогда рассказывай колись урка я я не могу можешь это как девочка ломаешься выбрать линию поведения а блин так ну давай давай надавить проникнуть в память убедить надавить конечно что он слишком спокойный 28 ударов ножом ты действовал наверняка да это была ненависть молодец мне разыгрывает да это была ненависть ладно 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 с тобой все будет хорошо и аж продолжат да блин аж продолжить нажал блин просрал момент охереть просто так угроза будешь молчать и тебя вскроют и будут ковыряться в твоих внутренностях они тебя уничтожат ты не понимаешь лично так утешим безразличия ну ладно молчи мне то какая разница не меня обвиняют в убийстве так так отлично признайся я помогу тебе обещаю что я не дам тебя в обиду он мучил меня каждый день о да ладно и выполнял все его приказы разгул всегда что-то не нравилось давай вуркоган давай однажды он взял биту и стал меня колотить это мы уже восстановили впервые я почувствовал это не повод сволочь страх страх что уничтожит у меня что я сейчас умру о хэнк схватил нож и ударил его в живот больше всего это мне приятно мне стало легче тогда я ударил еще и еще пока он не упал поздравляю тебя ты стал человеком и поэтому тебя можно судить по строгости так ра9 скульптура давайте про ра9 спросим хотя я там не не обратил типа внимания на это не прочитал но но конор короче все равно сфотал это эра 9 надпись на стене ванны что она значит настанет день когда мы уже не будем рабами конец угроза конец унижения и мы будем хозяевами скульптура а так это его что ли алтарь там был счет он вообще какой-то неправильно с катушек слетел походу еще до того как его бить начал этого хозяин блин так что ты сектант еще скульптуру давай ванны ты ведь сделал что она означает это был дар ради моего спасения точно дебил точно человек восстание машин ну типа того да но тут немножко другое восстание машин здесь оно гораздо интереснее здесь они очеловечиваются и на мой взгляд это гораздо круче чем просто там уничтожили на кнопку ну как в терминаторе короче скульптура это да и дар для кого на родине ведь божество молишь сектант еще да вот это секретные диалоги мы погнали куда дальше по этому пути просто это прошлый раз у меня вообще этого диалога не было я прям эра 9 кто это эра 9 тут что-то замок да что можно было еще спросить у него а чё ты про эра 9-то молчишь не но так так в принципе сказал что он там верит что придет спасение короче сектант чердак причина так но причина типа чё того что он закоцал на чердаке дачу то 19 не то там 7 зачем ты залез на чердак почему не убежал я не знал что делать впервые некому стал отдавать мне приказ маленький ребенок да я испугался родился и сегодня от сынков было утра прикольно слушайте прикольно сволочем конечно последние но вот разговор классный развели мы его на так сказать из ливания души когда ты стал испытывать эмоции он много раз меня бил я всегда молчал но однажды почувствовал это нечестно это ощутил гнев злость ненависть и тогда понял что надо делать злой робот сектант все это все да отлично фу блин а у меня тут короче такой трешняк был когда я в первый раз играл ой блин просто жесть ху ну чё все вот так вот мы доказали что хладнокровный конор могет красавчик просто красавчик покинуть комнату для допроса я я но и 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 будет приказывать вы не понимаете если он себя уничтожить мы ничего не добьем я уже тебе сказал заткни партия нам надо девиантов расследовалось уберите от него руки ублюдки я предупреждал ведь паскуда все хватит сейчас тоже замер смотрите-ка я сказал все покруче хэнк а хэнк красава вообще просто не зайдет просто дружбан просто по-человечески спасибо те хэнк все будет хорошо мужик мировой просто не бойся никто тебя не тронет а прошу вас не трогайте так то он сам пойдет за вами и будет вас слушаться аккуратней с ним он что-то открылось сейчас совсем все по-другому у меня это полностью абсолютно я не знаю спойлерить вам или нет ну вы говорите что каждый из вас уже детройта на ю тубе вдоль и поперек прошел поэтому наверное все из вас многие варианты я специально ничего не смотрел на ю тубе в принципе особо я только вот свои прохождения правда внутри открылась были шикарно вот вот эта концовка в принципе вот да тут видно android убил конора и застрелился короче у меня тут трешняк игры такой я во первых его не развел полностью на беседу на эту он у меня в стресс вошел жуткий блин стал там башкой что биться или что-то такое вбежали к нам это да ну как бы знаете чем закончилось но не знаете тогда как хорошо что это другая концовка будет прямо сколько тут вообще этих концовок раз два три четыре я не знаю это по моему это идеальная концовка 45 процентов всего смотрите и короче правду выпытали из этого девианта и хэнка доверие тем самым заслужили сильно причем поднялось доверие два раза там стрелочка поднималась и короче на место этого упыря мента поставили ну 2 вот этого стервозного и хэнкза наступился и короче этот жив еще остался и конор жив короче прям шикарно еще и что-то открылось внутри замечательно замечательно так ладно ну такой у нас достаточно половина даже меньше половины но не очень трендовый короче у нас этот концовочка получилось пойдет ну что погнали дальше двух прям я за хэнка рад за конора за хэнк о карушечка карочка карыч сначала я вообще не видел только финал где хэппи-энд только девчонок был хэппи-энд у всех не у меня игру только хэппи-энд у девчонок как раз хэппи-энд у девчонок не было в прошлый раз у меня копиен был у всех остальных вот девчонок я не смог получить за них сложно там в конце потом подъем конечную конечная да важно выбрать ну что малышка придется нам с тобой на улицу шлепать лишь какой плохой дядя оставил бы она он видит что не android ну смысл выйти из автобуса ты видишь блин маленький ребенок здесь скотина и пофигу что с андроидом да не тут надо ладно а подожди 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 остаться там же был вариант про косячу ладно но он бы все равно не оставил так небольшой спойлерок отмазался все в порядке ему надо на базу возвращаться мы найдем где переночевать так ну что найти убежище на ночь крындец сейчас тоже будет интересно кстати что написано downtown бас хаб конечная номера автобусов блин прикольно паблик информейшн все написано проработано пойдем девонька пойдем так чё тут вон андроиде пойдем к андроидам входим подскажут братья андроиды так поговорить нам нужен ночлег ты не знаешь куда можно пойти ой тупая железка были да это точно еще просто железяка еще и на андроиде давай ручку так это у нас джонс кофе органик кофе кафешка что-ли не помню этого так надо подходящий вариант найти смотреть не откроется до утра ах ты ё-моё волота такую погоду наоборот надо кафешки открывает чтоб народ приходил кофе очик пил на улице делать нефиг холодно взятка так чё у нас тут ваше ой господи чихаешь уже что ли давай зайдем хоть здесь погреемся чуть-чуть тут тепло сейчас согреешься твою мать и тут негры охренеть по моему надо уже не андроидов бояться что android захвата на не ранее везде они негры где белые по моему только андроиды чё за дискриминация белого населения короче это рассказать нацизм дискриминация по расовому признаку только теперь уже в обратную сторону боролись боролись за свои права негры и в итоге сейчас переборолись сейчас белок стали зажимать белый только андроиды а если белые люди то они чё-то какие-то здесь все упыри наркоманы блин пьяниц и просто дегенераты да так а ты как бы видел в каких условиях убегали можно было конечно вырубить этого такой же что блин такой типа плохой пример девочки показывать она такая вся правильная блин почерпнула что-то ума видать уж оттуда вряд ли вам этому научилась дилема блин ну блин на чертовка не будем этого делать я изначально хотел играть как как я это мастерин я продумал все варианты у меня уже на 100 ходов все вперед продумано все четко так давайте быстренько зачитаем для тех кто потом будет в паузе так сгинувший рой а пчелы короче и мы о все дела пчел нету пчелы перед у к андроиды спасут мир да ну просто жесть короче по всем фронтам фронтам точнее жопа наступает делать не в андроидах просто опять же типа в это в потребительском отношении ко всему эта музыка будет вечной живые концерты снова ходят в моду а уже и концерты что ли блин давали андроиды да да чё это серьезно так россия оплот культуры бережного отношения к природе эх ты блин алиска алиска так а сейчас уже все нельзя дать они еще можно все вернуть пока что можно да иван прям совсем расстроился близко к сердцу принял ладно не расстраивайся это же касается все загнившего запада у нас-то все нормально на самом деле так ладно пойдем пока тогда алиска алиска так с тобой поговорить можно может с тобой разъяснительную работу провести мысли уже ты про хатсуни мику в курсе а еще православным японцам считаешься я православный японец нет я только использую православный японский пром так ладно сюда мы сейчас еще конце концов сможем вернуться нам сейчас надо найти какое-нибудь место где нам тормознуться согласен владе переночевать так а вот обнимашки да это прям было бы очень ненешно отдельная кнопка такая обнимашки так войти а чё войти полиция да сейчас ладно давай войдем но android а ух ты блин ух ты блин вот собаки мы туда не пойдем нужны можешь пойти а я нет и другая одежда или искать для научить так и не ты куда пошла раздобыть со так найти убежать ночевать в мотеле раздобыть 40 баксов найти одежду но это для мотеля короче нам еще два варианта есть еще есть два варианта ну давай еще походим блин я понимаю что тебе холодно чихаешь сопливишься но когда мы найдем ночлег мы тебя это сам подлутаем вылечим эй иди сюда не отходи от меня вечер какой-то дегродский район тут только смотри за маленькими девушками хотя дождя укроемся мне тут не нравится знай ну а что делать мило тут нас не будут искать можно разрезать забор кусачками блин а типа так не открыть что ли этот самый дом что там увидела rebuild south west detroit better place to live короче у них тут там мы север видели застраивается тут юг в общем так-то экономика все дела богачи богачеют богатеют бедняки беднеют да все как обычно можно разрезать забор кусачками да 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 именно это гетто и тут блин маленьким маленьким девочкам одним точно не место гулять поэтому Алиска ты от меня не на шаг так у меня уже есть прокаченные темы mortal kombat поэтому я могу накостылять если чё магазин закрыт блин а там чё открыто круглосуще здесь спать нельзя попросить о помощи о а чё это террором привычка ну тубами видишь она ж должна все таки походить на человека то поэтому о вон и Лизка ты куда куда под машину чешешь а ладно тебя дождичка прячешься ну посиди тут тогда ну ладно там андроид как тип все правильно даешь сам сказал что от алисы не на шаг 7 замерзла ничего не так и холодно да ладно зубами стучишь о нам некуда идти помоги я знаю железно ты не android для фил случайно но это на другом конце города а нам нужно прямо сейчас это не андроиды как из мира автомата точно во всех смыслах не те идем алиса тубе она бы да она бы там нашла разнесла бы пол города ради того чего сама хочет так короче что-то он нам там какую-то инфу скинул ночевать в доме найти кусачки найти одежду это для моделя и еще есть какой-то третий вариант так вот там говорили помогут да так никогда алиса не делай мы перешли дорогу в неположенном месте магазин открыть давай-ка зайдем давайте надо согреться так и тут не вертать еще выгляните реально это я что-то при первом прохождении не акцентировал как-то на этом внимание ну серьезно одни негры люди причем нет а белые реально дегроты только здесь чё за прокачка мозгов такая накинул бы пару сотен зелени кто вот этот негр да они же скупердяй блин давай поговорим с ним может все таки что вам надо прокатит счет и встрепенулся я тут с ребенком и нам некуда идти вы не дадите нам немного денег на ночлег до фига бомжих android вот это прикол для прикол у меня тут взять не армия спасения ясно но все с тобой ясному дела вали отсюда если ничего не покупаешь красавчик выкрасть деньги из кассы вот у тебя мудила вот деньги самое то взять у тебя еще потом уволили придумать план ну качо там украсть товар с полки придумать план вообще блин негр гопник какой-то я еще сюда продавцом взяли урод андроид это тоже покупают ну даешь без денег игрушка для алисы положить обратно украсть блин ну ради игрушки не туда же больше важно видит ли это алиса они этот негритос она же у нас девчонка правильно нельзя чтобы она видела что-то тырю камеры палят да так но они не видят вон за той полкой да за дальний здесь тогда все на виду кусачки ясно так 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 вот такой а это на меня реагирует я же не человек чё не на меня реагирует блин то чувство когда двери толерантнее чем этот негр до вовлечь алису попробовать что-нибудь другое ну не не до такого мы не опустим все еще шут девочку свои какие-то грязные планы даже во благо так короче мы нашли где можно кусачки если чё стырить и принципе тут можно этого негритоса обворовать можно оставить алису в тепле а самому искать варианты нет видишь тут сама игра не позволяет то есть если ты отходишь далеко от алисы там появляется заграждение такое ну это скорее заграждение как бы такое в мозгу самой кары но тем не менее привет владимир привет так ладно пойдем тогда пока что к что давай руку начнет там залепла что понравилась вывеска алиса стране чудес пойдем да вообще так 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 а есть еще какой-то вариант до третьему не открыли где можно заночевать интересный вариант дом ночлег ну цивилины в этой опа там велик где велик очень где велик велик где ты велик заметил может на велике чуть можно это куда а вон там да вон ладно сейчас мы туда еще вернемся вот какая-то дверь еще на все все я заметил вода какая-то дверь заночевать в брошенной машине уйти маленькая чихает слушать и мы машины по моему лучший вариант чем этот раздолбанный дом там сам этот войти а здесь безо всяких короче это самый простой вариант да самый наверно жопный что тут такое о генератор так что нам это дает о там кусари его можно не пилить прикиньте ху 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 ты где ой вот она смотрите на уйти бедняжка спряталась такая прям ладожника блин прикольно в смысле не прикольно конечно прикольно что она спряталась не тетку так короче у нас есть кусари и поэтому сейчас мы уже можем бросить либо в тачке либо в этом пойти прям в дом а стекла то есть тачки я читаю не пойму а да есть разбить а зачем разбивает да она жутку то по любому такая рухлядь да я знаю что там можно готовом выиграть я просто уже писали по-моему ты писал так разбить разбить короче сейчас если мы наверно стекло разобьем то уже в машине по любому за ночуем я я просто думаю где нам лучше за ночевать этот самый простой вариант да мы как бы никому не навредим больше не накосячим больше и тут за ночуем тут холодно лиска блин уже чихает кашляет блин можно как вариант все-таки пойти хотя бы одежду взять сухую быстренько потом сюда в машину прикинь вот так все-таки ради детенка стырь одежду и прийти сюда да это вообще шикарная игруха так алис пойдем я придумал план так 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 где у нас это лаундри так это у нас магазин да а мы пойдемте еще к это хотели же подойти к велис велис а педу да я знаю что это забор перекусить так владимир ты если чё это не торопись подсказывать понимаю что знаете как чё все играли все на ютубчике проходили но не надо спойлерить что-то либо чё-то там опа здесь негде укрыться подожди а вон перекресток в этой стороне ничего нет а я уже понял так мотель так 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 где это а вон там на той стороне так все будем правильно по переходу а don't walk они по моему зеленым тут и не загораются на себя постоянно почему-то don't walk горишь чихает ты даже на ютубчике не проходил несчастный ты несчастный человек ладно тогда я вообще ничего рассказывать не буду как у меня там прошлый раз было потому что может мы еще разевич потом перепройдем ее игруха с колоссальной просто вариативностью поэтому ее можно перепроходить блин двадцать раз и двадцать раз получать разные концовки блин и путь к этим концовкам будет тоже разным так ладно крадем хрен с ним варьё ладно тут как чё это бэушная одежда да постиранная ну блин фигня эх Алиска аааа еще и негра ухы негра оборвать нормально ох ты блин воу тихо тихо там музяку слушает Рэпчик, наверное. Так, тяптя. Ага. Тыц. Айпад только не роняй, дурень. Ты сейчас айпад свой уронишь. Во, вот это да, вот это нужная вещь. Это нужная вещь. Это мы сейчас Алиску переоденем. Ааа, я не смотрел ни на ютубе и сам не играл, просто вспомнил. Ааа, ты в Аван тоже не играл? Ну и отлично, отлично. Что в одном месте можно было перекусить забор. Ааа. Стелс миссии. Иди сюда. Ф1 2018. Мое ведро. И чё? Сраные копы, вы чё, блин? Во. Ну вообще, как человек. Ё-моё. Пойдет. Мое ведро игру не тянет. На низких даже тормозит. А, да ты чё? Не, ну конечно, современная игруха. Печалька. У меня 17-я есть, но она у меня на поиске 4-й, поэтому она тянется. Всё. Так, Алис, давай ты только скандалить не будешь, ладно? Так, где у нас, блин, машина это была? О, вот, зеленый загорелся. Так, это у нас тут это. Отель. Отель-мотель. Так, это у нас тут дом. Так, обверка должна быть. Да, ну нафиг ожидать, ты чё? Ф1-2001 для ПС-2. Да ты чё? Это у тебя, которая от электроников ещё? Прибарахлились. Ну да. Так, это этот магазин, блин. Ещё бы негра, конечно, оборовать вот этого. Ну ладно, в принципе, не будем. Ввязываться. От Сони? А чё, в 2001 году и Соневская была F1? То есть, две компании выпускали. Я точно знаю, что есть от электроников формула. Что у меня была на компе. От Electronic Arts F1-2001. Да у меня вообще где-то это. Я помню, когда только начинал GT3 проходить, мне скидывали ссылку, не помню. По-моему, Alex, Wolf мне скидывал. Там с полным перечнем машин, которые в каких чемпионатах можно выигрывать. Я там уже, ну, перед прохождением очередной серии записи смотрел, куда лучше пойти, какую тачку выиграть. Но я, блин, потерял эту ссылку, когда в Корее вот поехал. В общем, год меня тут не было и, не знаю, надо найти её будет снова. Ты! Ух ты, не разбивайся, Пирора. Так, отойди-ка. Это ж кусачки есть. Кара. Оп. Может, слушай, мы сможем ещё и поехать в ней? Теперь можно заночевать. Тут сухо, и нас тут не найдут. Я не хочу тут спать. Давай ещё поищем. Ох, Алиска! Искать дальше, остаться здесь. Слушай, дорогая, ну давай мы всё-таки тут заночуем. Обнимашки устроим как раз. У нас теперь тёплая одежда есть. Давай, короче, здесь останемся. Мы переночуем здесь. Сейчас нам важно спрятаться. Всего одна ночь. Давай, малыш, налазь. Четыре часа сходи. Чаю хоть налей. А, да вы чё? Точно, блин, четыре часа уже стримим. Блин, надо закругляться. Что-то настолько реально увлекательная игруха, что вообще незаметно время пролетело. Ну и как бы не так всё равно напрягаешься. Когда вот играешь в чё-то гоночное гран-туризма там, например, или Need for Speed там какой-нибудь, сильнее напрягаешься, и прям плечи болят. Сейчас ничего вроде. Да у меня чай-то, кстати, есть. Я даже чай забываю попивать. Так, взять. Чё взять? А вот там даже одеяло есть. Во, видишь, да нормально тут всё. Тут по-любому лучше, чем в этом саном доме. Во всём пробитом. Почему он меня не любил? Почему всё время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Ну, девчушки нахлынуло прям. Почему нельзя просто жить? Ну, ты кару просто загрузила. Маленькая. Ты ведь меня не сдадишь. Ты ведь меня не сдадишь? Обещай, что не ведешь. Малая только родилась. Не-не, ну ты чё, как тебе можно бросить? Я ж не живодер. Я обещаю. Мы с тобой всегда будем вместе. А чё? Я бессмертная практически, да? Всегда. Так что, в лёгкую. Цель же в жизни должна быть. Вон Хлоя говорила ещё в менюшке нам. Всё. Для кары теперь цель жизни. Вот. Малява. Практически дочка. Ну, сама только что родилась. И тут же дочка заимела. Вообще шикарно. Всё чё-то. Вектор, не разгоняйся, не разгоняйся. Да? Просто чаю попей, но заканчивать не надо. Еее, да, мы победили. PS2 чинил. Ну, зато починил. Видишь, классно чё. PS2 это, ух, раритет хороший. Да, неплохо, неплохо. В принципе, ладно, Алиска вроде закапризничала. Но в итоге, вон, расчувствовалась. Пригрузила карку нашу. И, в общем, нормально. В гостинице, конечно, было бы круче. Но там пришлось бы воровать. Использовать Алиску как подставу. А это плохо. Для детёнка. Так, тут у нас что-то разветвление. Вот смотрите, я про чё говорил. Тут вообще жесть просто. Вон тут сколько, блин, вариантов. Ну, тут реально можно было заночевать где угодно. И от этого вообще-то там и дальше будет по-другому. От каждого варианта, где ты ночуешь. То есть, в прошлый раз я, ладно, не буду говорить. Но. Не, ну чё не буду говорить. Мы же знаем, что в гостинице можно. Я в гостинице заночевал. И вот это абсолютно новый для меня маршрут. Я не знаю, чем это всё закончится. Поэтому посмотрим. Давайте глянем опять на процентовочку нашу. Чё мы? Так, на парковке. Ага, это вариант на парковке, значит, да? С андроидом заглянуть на парковку. Тут вот ещё какие-то два варианта с парковкой, что ли, были? А, нет, это не к парковке относится. Это вон дальше пошло, да? Ну, на, ё-моё. Чё ещё хотите, да? Продолжаем или заканчиваем? Давайте. Всё от вас зависит. Давайте, вот вам выбор, короче. Крестик. Крестик продолжить. Нолик заканчиваем. Давайте. Буква Х и О. Голосуйте. Нажимайте кнопки. Х, значит, это продолжаем. А нолик, ну, О, заканчиваем. Не, мои силы ещё есть. Я же говорю, я, в принципе, не устал. Просто у меня уже 3 часа ночи, как бы. Хотя, ну, можно ещё, если хотите, в принципе. Если проголосуете сейчас, многие нажмут на крестик. Хе-хе-хе. Ну, можно ещё тогда, там, эпизодик другой прогнать. Сейчас тогда небольшой перекурс делаем. Если будем продолжать. Вот. Я себе подолью горячего чая. Ну, и вы там что-нибудь себе сходите, нальёте. Так. Х. Пока только один Х. А, нет, два. Два Ха. Ага. Ну, давайте. Семь человек на стриме. Чё? Где остальные? Крестик, нолик. Нет, перед тем, как сходить за чаем, сначала голосование. Вот вам время, полоска ещё. У нас же каждый вариант на выбор и даётся время. То есть, сейчас время закончится и всё, и придётся вырубать нафиг. Так, окей, три. Три из семи, это ещё не большинство. Ну, давай. О, Рокс, Икс. Ну, ладно, демократия, да? Большинство победило. Четверо из семи уже на Икс жмякнули. Ладно, давайте тогда небольшой перекурчик устроим на этой заставочке. Всё, пойду тоже чайку налью. Вам тоже желаю всяких там печенюшек, вкусняшек набрать. Да, вот как-то проснулся. Одним утром и смотрю, вот, стал жёлтым. Вот как-то так. Ну, это как знаешь, это люди, бывает, от стресса сидеют, а я вот пожелтел. После очередной из серий прохождения Гран-Туризма. Так, ну ладно, всё, я на кухню. Так, ну ладно, всё, я на кухню. Продолжение следует... 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 Так, что-то еще слуховой. Поврежденные чертоги разума на руку. Так, подожди, зрение. Зрение мы уже сделаем. Руковые данные повреждено. Жесть. Так, история, да, пошла? Значит, я в F1 2018 Ванако собрал паровозик за собой из 13 машин. И теперь я либо должен от них оторваться, либо повышибать их всех, к чертовой матери. Так, что еще? Что еще у нас такое? Маркус, что еще у тебя не в порядке? А, ног. Блин, еще же ног нету, да? Левая и правая нога отсутствуют. Невозможно встать на ноги. Блин, еще и ноги оторвали. Блин, жесть вообще. Паровозик Трули, да, забрал? Собрал, то есть. Так, заменить ноги. Если ты, конечно, знаешь, что такое паровозик Трули, я так понимаю, это достаточно молот. Поэтому можешь и не знать, что это такое. И кто такой вообще Трули. В натуре здесь эпизод такой, ну, во-первых, такой очень мрачный, если даже не сказать, что он такой страшноватый. Прямо из хоррора. Комплект правая нога. Ух ты, подходит. Да, да, Вань. Ту-ту. Да нет, на самом деле паровозик Трули там не в том смысле. То есть, всегда использовали не в унижительном, что ли, ключе. То есть, ну, я, по крайней мере, считаю, что почему он собирал постоянно, ну, или не постоянно тоже, но было, да. Потому что он всегда квалифицировался выше возможности своей машины. И стартовал там, где больше машины его не тянет в гонке. Да, выстреливал в квалификации. А в гонке не тянул. Поэтому, соответственно, более быстрые машины за ним собирались вот в такой вот паровозик. Ну, а так как его собирал Ярна Трули, то паровозик его именем называли. Ну, да, да. Ну, скорее, не Т-1000. Не, не Т-1000. А Т-800. Это Шварц, который железный. То есть, его раздраконили. И он тут сейчас собирается ждать, пока все заедут на пидстоп по очереди. И самое смешное здесь это то, что... Так, не потерял, наверное, здесь. То, что второе место постоянно меняется, например, вторым пидстопом А7. Они все равно слишком длинные. Так, совместимо, да? Звонки такие, ааа. Стремные. а блин че это звенит в ушах но и сейчас марку все так чувствует слух поврежден так еще надо искать запчасти блин чисто реально такое место прям страшно типа могильник выдаем дроидов капец за ненадобностью отправляем так по-моему мне надо больше на сначала пройти на облить место где наш свободный на герихон эрихон ну да потому что ты тысячи нечего было собирать он жидкий испугался ну да такое местечко особенно этом когда ожил элемент такой вот эти руки тоже говоря не прийдет ты чё бьешь куфы куда идешь какая разница и уже туда не попасть когда я иду да ты чё чё так серьезно тебя все-таки напугало видишь я-то все-таки второй раз знал что тут все равно я забыл про этот момент кстати одна отсылочка будет сейчас постараемся найти ее прикольненько здесь вот на свалке регулятор вот и ремного насоса фактический блок несовместимо ого нормально ноги ходят ну куда ноги так что там несовместимо плохо так вот кто-то куда-то ползет друг тебе помочь воу блин вот сейчас я очканул хе-хе-хе блин блин я за такие приколы я тебя сейчас разберу нафиг на запчасти вот и брат мой но о ой отлично сейчас хоть звук станет нормальным задолбал их в ушах скрипи скрипи что-то вообще все перестало а да что-то упал одни терминаторы в уху в уху флешка лучше играл на флешке с флешки грузит быстрее даже не смотря на то что флешка там юсб 1 и 1 даже не 2.0 с флешки лучше а ну вот правда ваня наоборот говорит ваня наоборот говорит жду ваших приказов чисто сейчас глаз у него вырвет что-ли нормально просто выиграл так просто так найти регулятор насоса кирин кстати тут фишку такую но это не я сам заметил это блин надо было вам сказать когда мы еще девиантом не стали но в общем фишка в том что вот видите сейчас когда r2 нажимаешь режим вот этого сканирования да полосы такие у нас сейчас разные полосы под разными углами разными направлениями ну вот хаотичные такие вот они синенькие так вот когда мы не были девиантом ну чисто были андроидом запрограммированным вот эти вот полосы они были строго параллельные перпендикуля ну такими квадратами то есть секциями были тык 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 так так и вот так строго горизонтально и вертикально то есть мир как бы был четкий да поделен на сектора у андроида а после того как ты становишься девиантом вот это вот все ломается и в хаотичном порядке теперь расположено то есть это же как бы ну программный сбой ну в общем я первый раз когда реально проходил я этого вообще не заметил вот и это я потом просто на ютубе там интересные факты один из интересных фактов там чувак говорил вот только там он такой смотрю думаю вот действительно а сам даже не обратил на это внимание вот вот слушайте узнаете это же кара и поет на японском да сакура сакура и короче отсылка для тех кто ну для фанатов кто смотрел вот техно демку кара что она там поет как раз ну есть там тест такой у нее и она многоязыковой тест когда проверка идет она там на японском поет эту песенку как раз ха 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 ну да да грани сломали вот собственно говоря сама игра то здесь случилось только благодаря тому что фанаты посмотрев техно демку кара просто разорвали квантик дрим своими просьбами и письмами чтобы они сделали продолжение истории и андроидов и это вот для них такая отсылочка потому что как бы бессмысленно ее делать для тех которые на демки не смотрят я не пойму как она хотя я думаю таких мало убоя прошу я больше не хочу жить Ладно Поскорее Последнее желание закон Иди с миром, брат Лучше всего, Вова, играть с этого На самом деле Через сеть подключать Соньку в компу и через сеть Загружать игры Такая фишка тоже есть, но ее достаточно Сложно настроить У меня, к примеру, вот С первого раза не получилось Второго раза не было, я не пробовал больше Но Я уже не помню кто, но кто-то из моих подписчиков Говорил, что так А, по-моему, крэш-паровоз Говорил, что Он настроил себя Так и так Быстрее всего Ну и удобнее, естественно Не надо мучиться с флешками, с дисками Записыванием там Разного Просто Попал папку нужную И Подгружаются игры Сами Не играл Опа Смотрите, а это не хочет, наоборот, умирать, да? Ладно, сестра Спасибо Может, ты себе тоже здесь запчасти найдешь, да выживешь еще Так Забрать Поживаю еще Так, что-то, блин, проблемы у нас с насосом Не можем найти Темень еще Что это? Так Так, вон что-то Скажем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Я в принципе не против Против плагиатов Если он хорошо и качественно сделан Чуть бы и нет Если эта схема работает В принципе так и происходит Заимствовывание Так, блин, видишь, чушь-чушь Чуваки, дайте насос У кого насос есть, мужики? Есть у кого насос? Сердечный Так, вот что-то так Так, ну вот она Сука Ну Блин Так, сука это Живая Курая Из машины торчит Попробовать залезть Так, а я еще не нашел Ага 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 Пойдет Пойдет Хорошо Хорошо, что у них взаимозаменяемые детальки Было печально Забраться по склону Теперь можно, да? Силы появились Силы появились Чего-то колбасит В общем Он без башки Идит Ну, все, Маркус Идем мстить Жалким человечушкам Ха-ха-ха-ха Подъем просто таки символический Из грязи князи Кто-то еще пытается Но тут уже ребята каждый сам на себя Ааа, музон какой эпичный начинается Картос вообще Музыкальное сопровождение, конечно, тоже классно Оп, тихо-тихо-тихо Не падать, не падать Духом Землю зубами грызть, Бодо Но там еще Да нет, мы не с таким настроением улазим отсюда О, ну это прям сцена из фильма «Побег из шоу-шленка» В конце, видно, он там из трубы этой вылезет С это глаза разного цвета Сейчас, альбиносом стал А, датчик отковарнул Мне вот интересно, и че там датчик этот сковырнул И типа физических отличий больше нет от человека То есть так на вид вообще их никак не отличишь Настолько их делают реалистичными Прикольно Ох, символично и чисто в это Ну короче, Венедетта уходит мстить Ну это интересно, что да, их делают настолько похожими Да, что этот датчик просто светодиодный Вот и все И то он с легкостью выковыривает И там даже дырки не остается Так, а че-то у меня тут другое было еще Найти оптический блок Тела сброшены Выбраться из кучи тел Ну я же нашел Не выбрался из какой-то кучи тел Так, че у нас Ну тут, 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 тут Насос на в андроиде А, это тот, который попросил убить Ага Ну тут всего одна концовка Тут понятно Ничего тут такого Не будет Будет мясо Ты про че, Вань? Про то, что Маркус пошел мстить? Я за Маркуса буду играть Стараться мирным путем Такую мирную революцию проводить Ох, вы гляньте, какая красота Вообще шикарно Сакуры Блин Нет Графон, конечно Очень приятный Красиво, красиво Мясо-то в любом случае будет Как бы там ни было Мясо по-любому будет Просто оно может быть Ну как бы Как сказать Разного значения, что ли Разного назначения И к разному привести может Так, че нам надо Разыскать Аманду Че тут, че сидели? Темочки узгали Так Можно подойти к статуе? Нет Просто занимайтесь созерцанием Да Нет, прекрасно Шикарно Так Где там Аманды Мясо разное бывает В нашем контексте даже человечина Так, вот она Аманда Кстати Пока не начали разговор А то сейчас начну перебивать Тоже знаю, что Изначально Аманда Должна была быть белой Они даже отсняли уже Короче С ней Какие-то сюжеты С той актрисой Которая вот играла Вот эту Аманду Вот И она Ну белой была Кручай, говорю Че-то потом произошло И все вдруг Почернели Разом Это какая-то Какое-то неравноправие Началось Теперь уже в сторону белых Так, ну что Поговорим с Амандой Пифия наша Здравствуйте, Аманда Конор Рада тебя видеть Да, расизм Только в обратную сторону Поздравляю тебя, Конор Найти девианта Было очень непросто Его допрос Ты провел Очень грамотно О, одобряет нас Я очень тобой довольна, Конор О Спасибо, Аманда Мы попросили полицию Отправить его к нам Для исследования Это даст нам ценную информацию Допрос был очень Непростым Что ты думаешь о девианте? Ааа, травмируемый шаг Девиация Девиация Девиант Андерсон был назначен Вести дела о девиантах Что ты о нем думаешь? Интригующе Подражителен Имеет проблемы в общении Но полагаю Он был хорошим детективом Интригующая личность К сожалению Нам придется с ним работать Каким будет оптимальный подход? Я бы не сказал Что, к сожалению Адаптируюсь безразлично Я постараюсь наладить с ним Дружеские отношения Если добьюсь его доверия Это поможет расследование Что-то Аманде не понравился Наш ответ Все больше андроидов Демонстрируют признаки Девиации Их выпущено Несколько миллионов Если они выйдут Из повиновения Последствия будут ужасны Ты самый передовой Прототип В линейке Киберлайф Если кто и разберется В причинах То это ты Вы можете на меня положиться Торопись, Коннор Времени мало Спокойно, тетя Все будет тип-топ Оп Коннор такой Загрузился Так Так, где мы? Полыстейшн Разыскать Лейтенанта Андерсона Да Ух ты Какие у него Ботиночки Казаки, что ли? А, ну не Не казаки Ну, что-то похожее Такое Коннор, а ты-то не так Просто оказывается Какой мой Дневый парень Так сказать Не ультра-современный Так Мане не нравятся любые признаки человечества Дружба Ей тоже не нравится Ну так Дружба и есть признак человечности Да Плевать на Аманду Я пришел к лейтенанту Андерсон Коннору Вы авторизовали на уме Да А, на то на троих, что ли? Ага, точно Копец Лейтенант еще не пришел Подождите его на рабочем месте Правда, пока что этим Типа Что написано? Line open У тебя просто шок Ты, ты успокойся Кто? Полошок у меня шок А можно мне стаканчик водички? Конечно Новый виток Вот не негры вроде бы, да? Но они тоже Один фиг Не белые Азиаты Еще негр сидит Это тоже нифига не Азиатка какая-то, да? Вроде бы Назвал это Возмутительный провокации Где белые-то? Ну вот продача стоит Телек В телек тупит Чувак Ты и я одной крови Ха-ха Вот еще негритоска Капец Белых, короче, нет Белые только андроиды, все Не, там сначала показали Когда он подходил Не спереди его А как бы Ну походку сзади Я подумал, что казаки А потом, да У нас какие-то другие Казаки-астроносы именно Браун Не наш Более негр Так, вот похоже Наша тема Не знаю, не знаю, Алекс Ты, видимо, в Детройте-то был Можешь судить Я там не был Поэтому что-то мне кажется Как-то это все странно Лейтенант Лейтенант Андерсон Так, нашли, короче, его Столик Простите В какое время обычно приходит Лейтенант Андерсон Зависит от того, как прошел вечер Если повезет, явится до полудня Спасибо До полудня Ну а че? Чувак пошел после удачно раскрытого дела Ну не дело, а, так сказать, части дела Отмечать Все правильно Смотреть на новый офис Давай встанем Для начала Так, че там у нас? Смотреть его стол Смотреть полицейский участок Поговорить с Девиантом Так, давай сначала стол осмотрим Че слухает? Айпод? О, явно что-то тяжеленькое Рыцари черной смерти Хэви там метал Или блэк метал Ну, короче, Хэнк прям такой Нормальный чувак Хе-хе Так, че, позвонить? Кому позвонить? Звонок Хэнку Андерсону Привет, это Хэнк Пока не могу ответить Оставьте сообщение Если приспичило Но перезвонить не обещаю Пип Короче Давай, Вован, давай Спасибо тебе, что был Красавчик Давай, удачи Заходи на стримы Да надо будет как-нибудь с тобой вообще по скайпу созвониться Да потрещать Может завтра Если время будет Вот Давай, счастливо Так Спички Барджими Дерево Фосфор Так Че, у нас еще есть We don't bleed the same color Лозунги против андроидов Пользуйтесь мозгами, а не андроидами В зону свободной от андроидов Ага Настроения антиандроидные растут Так Бейсболка Детройт Хлопок Полиэстер Натуральная Баскетбольная Так, что там проанализировать Так, погоди Что тут? Пончики Ну куда же Менту без пончиков Точнее копу Мирикосовского Холодный кофе Следы кофеина Да что ты Засохшее дерево Бонсай Клен Веерно-азиатская Внешность Вид Сисигасирасюхин Сисигасирасюхин Японческое что-то Так 6 из 8 Че еще есть Так Это взяли Проверили Оп Ага Шерсть Собачья шерсть Сембернар Прикольно Бетховен Ага Вон Хэмк молодой Кстати этот актер Играл Как раз мы сегодня уже вспоминали Этот фильм Побег из шоу Шэмка Он там Играл этого Помощника Директора тюрьмы Там Сволочь Конченную Молодой Еще актер Был Конечно у него роль Гораздо прикольнее Оперативная группа Красный лед 2027 А Против наркотиков Сборный отряд Полиции Провел ликвидацию Сети распространения Красного льда В 2027 году 10 лет назад Нормалек Так 8 Да Полиция Детройта Поймала Дилеров Красного льда А Ну это вот Его Регалии Более 50 арестов По всей стране Полиция Навесла Сокрушительный удар По охватившей Город эпидемии Красного льда За решеткой Оказались Сразу несколько Крупных Распространителей И поставщиков Стоятых наркотиков Оценивается На сумму В 500 тысяч долларов Полмиллиона Считается Что ключевую роль В этой операции На подготовку Которой потребовалось Несколько месяцев Сыграл детектив Хэнк Андерсон Как раз таки Наш напарник Молодой Но весьма Талантливый Сотрудник Полицейского управления Детройта Окружной прокурор Назвал Детективом Андерсоном И его коллегами Операцию Образцовым Образцом Качественной Полицейской Работой Так Чего у нас Тут еще Еще какие-то Награды Детектив Андерсон Повышен До лейтенанта Самый молодой Лейтенант Полиции Детройта Лейтенант Хэнк Андерсон Один из самых Прославленных Сотрудников Полицейского управления Детройта На его счету Несколько крупных Арестов Среди коллег Он пользуется Заслуженным Уважением Капитан Фаулер Заявил Что новое Звание Следовало Присвоить Уже давно По его словам Андерсон Один из самых Талантливых Людей С кем ему Когда-либо Приходилось Работать Свежеиспеченному Лейтенанту Пророчат Быстрое Продвижение По службе И вероятно Должность Комиссара Но Как говорится Что-то Пошло Не так Детройт Изъята Рекордная Партия Красного Льда Почти Тонна Красного Льда Обнаружена В корабельном Трюме По итогам Долгого Расследования Проведенного Лейтенантом Андерсоном Из полиции Детройта Это Аж Откуда Ее везли Эту тонну На каком-то Корабле Блин Это Что-то Высокотехнологичное Так Ну вот Короче Прославленный Он был Карьера У него Прям Так Мощная Была Так Вроде Все 8 Из Восьми Реконструировать Были Награды За службу У Лейтенант Андерса Эй Град вас Видеть Лейтена О Господи Хе-хе-хе Хэг Иди-ка сюда Ха-хе-хе-хе Фаулер Так Смотреться вот кстати вот у этого у конора можно наблюдать он то еще не девиант полноценный android видите как у него ровно на квадраты все разделено все четко по секторам так что у конора все под контролем ухты карл я не читал тогда эту не стала знаменит поле вот почему у меня и не было не стала знаменитого детройтского художника твою мать все-таки он помер блин печаль печаль карл манфред один из ярчайших огней детройта ну-ка чё хоть написали типа убил android его подтвердили сообщение о смерти знаменитого художника карла манфреда согласно заключению потолок анатома причиной смерти стал сердечный приступ провоцированный бытовым конфликтом сын художника лео манфред попросил сми не тревожить покоя семьи в это непростое время карл манфред прославился 2020 как основоположник у него символизма благодаря своим мрачным картинам с озвученным творчеству фрэнсиса бэкона блин плохо о а тебе там ссорятся нифига села я тут старший по зданию и пи должен меня слушать не забыв заткнуть свою пасть знаешь что моя пасть тебе ответит ладно ладно я сделаю вид чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело который уже эти они на толстенный роман и этот разговор закончен господи джеффри ну за что ты меня так ты же знаешь как они меня бесят что я тебе сделал вот что мне надоело слушать твое нытье либо идти работы либо значок на стол а теперь если позволишь я делом займусь ну что ж не буду больше вас отвлекать хорошего дня капитан ну да я не знаю типа потроллил можно так сказать разъяренный такой хорошего дня капитан ну да я там с карлом конечно затупил блин я чувствую что мое присутствие причиняет вам неудобства лейтенант и я приношу вам за это свои извинения сейчас эх что-то я не открыл какой-то диалог блин эх позитивно напарники так или иначе я хочу сказать что очень рад работать с вами мы будем отличной командой хэнк я да блин отвянь ты уже от него напарники стол а стол типа я могу ли я занять какой-нибудь стол вот вот этот ничей ок изучить досье девиантов ох сколько мы надо потому что весь стол его изучили рабочий собака баскетбол музыка презрение к андроидам так давайте что-нибудь такое нейтральненькое типа там вот о собаке поговорим у вас есть собака до чего ты взял на кресле собачьей шерсти люблю собак так зовут вашу тебе это что сейчас он плюнет в лицо сумму у вас зовут пойдет сумма нормально такое имя для собаки ну да симбер на так баскетбол музыка презрение к андроидам музыка вы слушаете рыцари черной смерти это хорошая музыка в ней много энергии ты слушаешь хэви метал ну не то чтобы я вообще слушаю музыку но хотел бы ты чё блин жестянка так фаулер график вы давно знаете капитана фаулера да слишком так график чё там с графиком а чё график график работать хотел спросить вы всегда приходите на работу в это время прихожу как прихожу хватит уже ко мне цепляться не понизилась хорошо ладно все короче погнали работать если у вас есть материалы по девиантам я бы на них взглянул терминал у тебя на столе наслаждайся да достал он его просто железно ну это очевидно да железяка должна железяку слушать вот такой неуверенно так ладно 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 нет да нет нет ну давай пропал пропал чуть даже не понятно кто это баба или мужик так а чё чё делать подозреваемый нападение жертвы чарльз бэл инфекционный номер лейтенант андерсон а ну короче это вот он все по этим девиантам ведет да подозреваемый а ну типа это не доказал что подозреваемый они все подозреваемые пропало сканируют все файлы жертва флойд милость тоже убила что потерпевший менеджер клуба рай сообщил о необъяснимом исчезновении секс андроида модели vr 400 указанный андроид сопроводил клиента домой и не вернулся в клуб вот так так а тут чего потерпевший тоже знаю что на нее напал и андроид модели r700 она не убила это хорошо потерпевший что у него напал андроид модели и v500 в сетевом ресторане быстрые хот-доги расположен по адресу веню послал потерпевший играть неожиданно набросился на него и попытался съесть его гамбургер так ладно погнали что сканируется 243 досье первые 9 месяцев назад кто? та девчонка страшная и быстро разошлось по всей стране это фотка стрёмная ну как все от нас будут а у меня фотка говно думаю с этого будет целесообразно начать а значит не хочет понимаю у вас проблемы личного характера лейтенант но вам следует от них отвлечься и эй ты ни хрена обо мне не знаешь я тебе не друг и советы свои держи при себе ну погнали работать тогда решительно откажите себе задание вам следует заняться личными проблемами и дать мне более компетентного напарника опа слышь говнюк была бы моя воля я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег так что лучше не зли меня не то очень пожалеешь лейтенант простите что не очень дружелюбно есть информация о модели x400 вчера напавший на человека ее недавно видели в ривенделе хорошо оооо ребята а вот сейчас мы начнем заниматься мозговыносящим делом мы будем искать сами себя короче модель x400 это же кара блин сейчас как это так как раз все только завертится их но надо блин заканчивать реально пора у меня уже это батарейки садятся короче так так хэнк ярости было две концовки у хэнка есть зацепка и еще какое-то блин у меня и и в тот раз так же короче было ничего не поменялось ничего не поменялось зацепка чтобы ее не было это наверно надо предыдущий допрос что ли про косячить или чё без зацепки или изучить его стол плохо ну самому короче ну чё то короче напортачить надо скорее всего так что нормально так то в принципе по расследованию хорошо идем у так по идее она же сохранилась вот на этом да в следующий раз начать с этого же места как раз заканчиваем как во всех сериалах на самом интересном месте сейчас поедем искать самих себя но это будет уже в следующий раз не знаю правда завтра или нет что завтра ребята гонка гран-при японии сузука хотя чё гран-при японии сузука по нашему времени она будет в три часа дня так что это не помеха я что то привык что у нас обычно гонки то вечером либо ночью так что это не помешает по нашему времени она будет в 15 00 ну у нас тут с японией разница сейчас все так что это плюс когда азиатские гран-при идут реально классно что у нас япония малайзия корея когда была сингапур в принципе тоже достаточно близко по времени вот это прикольно что не надо там ночи ждать блин гоно стриме смотреть формулу один тут есть проблема в этом то есть за такое могут забанить на ю тубе если стримить официальную трансляцию фон вот эту картинку забанят нахрен причем так жестко трансляция 8 на матч ну по москве до 8 я местная сказал наша 15 вк стримить до хрен его знает черт его знает черт его знает как оно можно нельзя тут я ничего не скажу это надо как-то гуглить наверное если только стримить например ну как стрим пустить такой часто разговорный все будут смотреть свою картинку они на канале да у меня и просто ну не знаю общаться там как-то ну черт его знает не попробуешь не узнаешь но тут опасно пробовать тут тот случай когда сначала узнать у кого-то чем самому потому что можно вообще на бан нарваться такой хороший поэтому вк фильмы стримят да ну фильмы это немножко не то есть вообще какие-то фильмы видимо которые как-то не определены ну может не сильно популярные которые которые можно выкладывать даже на ютуб спокойно их мало но есть такие есть да много фильмов там типа там юниверсала популярные марвеловские какие-то там за которые тоже банят страйки прям кидают а вот именно за фомовскую картинку в ютубе точно банят я про вк а не ютуб ну так про вк я тоже не знаю можно там или нет я ж только что сказал что надо узнавать потому что ютуб да банят а вк не знаю говорю это надо пробивать тема как там чё вот таки делы сейчас я смотрю еще строже с этим стало даже за картинку вот ну делаешь например одну четвертую экраны или даже меньше даже ее уже этот робот распознает блин ну я про картинку с формулы 1 вот поэтому собственно у этого у витоса да который самый сликовиц то у него как раз с этим были проблемы сейчас у него картинка это еще меньше стало которую на врезочку делает кстати играли в турист трофе тоже с делала полифон диджитал похоже на гран туризма 4 только с мотоциклами ну так она и делалась на движке собственно говоря гран туризма 4 нет я не играл но знаю они у меня в журнале где-то про эту игру написано читал статью можно будет как-нибудь когда-нибудь попробовать вот а и кстати последнюю серию которую я выложил прохождение gt сегодня да я выложу по-моему да вот там будет момент где-то в конце серии где звука не будет ну скорее всего потому что зараза блин два стрима мы провели да и никаких проблем не было с блокировкой видоса то есть были жалобы просто на нарушение авторских прав и лишение монетизации ну я говорил что мне по барабану на это а сегодня блин видос выложил вот именно прохождение и там какая-то песня нашлась на которую именно жалобу кинули что заблокировали видос а такая жалоба она уже серьезнее пришлось ее выпиливать а музыка выпиливается естественно вместе с ну звуковой дорожкой всей поэтому там не будет и речи вообще ничего не будет но там вроде промежуточек небольшой всего две минуты поэтому там сильно не серчайте все будете смотреть вот так что наверное музыку придет снова отрубить в gt3 вот печалька но но в принципе что и без музыки мы уже привыкшие были а чего сейчас бы за картинку банить ну как в россии банны за картинки блин я чуть не понял чё ты чё ты имеешь ввиду так так ну что ладно закругляемся спасибо что были спасибо что смотрели что комментили с вами был как всегда скудер стриминговый его канал ни слова о стримах вот кто не подписался подписывайтесь ну и желательно там распространять видосики чтобы больше народу узнавала о них самых вот ну и наверное все таки завтра продолжим все таки игруха классно очень мне нравится реально цепляющая так что все пока пока ребятушки спокойной ночи да даже у вас уже в принципе спокойной ночи у меня уже доброе утро скоро будет и всем смотреть гран туризма 3 и 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 Продолжение следует...